Три глаза нарушать установку, ты проклята И не знаешь, что сказать твои слова Я так видна Так, ну что, я вас приветствую Как поживаете, как там школка у вас Шарашка там и прочее Охуительные места Где вы проводите большую часть жизни Давайте, жажду деталей Что новенького за месяц Целый месяц не терпели В прямом эфире, да и сегодня не должны были Я просто не спал всю ночь Мне что-то не спится, то думаю перетерпеть И уже лечь, спать по-нормальному Там часов десять Вечера Вот, в одиннадцать А пока потерпим Так сказать, по расписанию Терпение по расписанию Так Чё у нас тут О, новый видос какой-то у Мисаки Страдающая фэнтези Волога, вторая серия Вторая серия То есть была и первая Получается, карлики Вы пропустили одну серию Вы вдумайтесь только Может, её удалили? Да Терпение необходимо дозировать Чтобы не было побочных эффектов Да, какие побочные эффекты? Один Так сказать Одно Одно добро Наоборот, польза сплошная Какие побочные эффекты? Ты чё Это выдумки всё Не выдумывайте Да Да Двадцать семь дней не было Двадцать семь Ну, почти месяц Да, да, да Двадцать Терпения в день Точно Терпение, терпение Всё, перетерпение Да, да, да Новые часы Ну, нищие часы За сто тысяч Чё сказать Я в них не разбираюсь Поэтому не знаю Чё у него за часы Ну, я видел Сто тысяч они стоят Это полторы тысячи долларов Полторы тысячи долларов Ну, такое У меня главный вопрос Зачем они? Типа Он же никуда не ходит Обычно часы Это типа Для статусности Наработки Наработки На нищем В нищем вузике Показывать Там какой-то типа Крутой В машине Если ты ещё ездишь Типа надо Дорогие часы Там по канонам Но Ну, типа Ему это зачем Не знаю Да как это? Моя тянка Никуда не уходила Вот она справа Сидит Нормально всё Стабильно, так сказать Не знаю Хочет быть похожим На Купленова Ну, тогда ему надо Ещё миллионов пять Подписчиков Хотя бы Хотя бы Кстати, чё там У Хрюлика? Надо посмотреть Малыша Хрюлика Юлик Черви в еде Чёрный список Ди Каприо На сердца За любовь Чёрный список Ведущие Кладмен В чёрном списке Ну, просмотры Не отскочили Вот мы месяц назад Смотрели, да То же самое Абсолютно То есть Раньше у него Стабильно было По 300 тысяч Ой По 600 тысяч На видос По миллиону А сейчас еле-еле 300 Видите? Даже 300 нет 250 Ну, 380 380 320 Ну, вот даже Полуляма нет 260 320 Ну, это мало Для 4-х миллионного Канала Это мало У него на каждом Видосе должно быть Хотя бы Полляма Хотя бы Это вот хорошо бы было Но, типа Вот эта вся Капланеха Вся вот эта херня С Капланехой Она ему очень, конечно Подкосила охвата Я думаю У него там неистово горит Долго мы терпели Без стримов Терпение тебе Ещё Такого хорошего Терпильного стрима Спасибо Смотрел эпикстрим Пати Что думаешь Я даже не знаю Чё это Типа Просвети Мне даже лень Гуглить Типа Это чё Чё такое Это вообще Чё это Чё это Откуда Это Это за границей Что ли Чё-то было В Америке Там или где Ну, я реально Не знаю Чё это такое Вообще Впервые слышу Вот Поэтому вот так Копланиха Реально Похерила ему Всё Похерила Сейчас они судятся Но я так Отслеживаю У них Сижу В телеграме У них И так Посматриваю Чё там у них Происходит И Так сказать Отслеживаю Ну, Копланиха Там биопроблемы Сплошные А вот Там они Про суд Ну, вот я, кстати Хотел ещё Посмотреть Про суд Чё они там Расскажут Видите Целых 3 часа 3 часа Ну, тут, конечно Вот эта солевая подача Её очень тяжело Будет смотреть Ну, мы потерпим Нам не привыкать Правильно Вот Поэтому О Вот этот видос Мы тоже не видели Надо будет глянуть Это Это Поэтому Хрюлик Конечно Взялся За Копланиху Но она Судя по всему Не унимается До сих пор До сих пор Не унимается А Хрюлик Не хочет терпеть Больше Не хочет терпеть Ну, возможно И правильно Не знаю Хотя мог бы Ещё годик Копланиху Потерпеть Да Охват из этого Остались бы Ну, годом Больше Годом меньше Шесть лет же Терпел её До этого Типа Какая разница Почему удалил Телеграм чат Да просто захотелось Не знаю Я же предупреждал Что я в любой момент Могу его удалить Чего Удивляюсь Ну, создайте себе Свой чат отдельный Там какой-нибудь Не знаю Там же наверняка Создавали Чего-то отдельное Ну, сидите там Какая разница Маслаковские унижения Перед минскими красотками Были ли шансы У королёвского бизнесмена Я эту тёлку знаю Я её видел До этого Её стримы Там, где она танцевала Во всяких Вызывающих нарядах Вот Поэтому я знал Что рано или поздно Маслаков до неё Доберётся Чтоб зарейдить Вот Ну, кринжа Чё сказать Кринжа Я считаю Что ему В его положении Лучше вообще Типа Не заниматься Таким Потому что Ну, типа Он, может быть Думает Что выглядит Как-то круто Там Типа Он там Медиа личность Он же реально Думает Что он там Дохуя популярный Блядь Но со стороны Это выглядит Как мега Пиздец Блядь Типа Ну Я думаю Нарезки уже есть Поэтому можете Посмотреть Звук вообще Офиговый Чё Эпик Эпик Фейл Парти А, вот это Оно, да Чё это такое Это где вообще Это в клубе В каком-то Что ли Я надеюсь Ему заплатили За это Хотя бы Лучше уж В Радмире Терпеть Там Со школьниками Чё Танцевать На пустой зал Бля Ну я реально Угадал Пустой зал Типа Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Сколько там Десять человек Что ли Двенадцать Четыре Ну да Человек Двенадцать Тринадцать Ну охуенно Чё Мероприятие Походу Топовое Мне карлику Из мини-города Больно Смотреть На страдания Бескота Типа Лиски Каплан Медведя Котом Не перевоплотить Медведя Котом Бля И вы вдумайтесь В гениальность Этой фразы Медведя Котом Не перевоплотить Бля Да Это сильно Ещё обидно Что вот На последний ролик Про Симу Да Который Очень хорошо Набирал Очень хорошо То есть У него были шансы Набрать Тысяч Двести Пятьдесят За Неделю Это очень много Для моего канала Но буквально Через Блин Двадцать минут Мне вешают Восемнадцать плюс И как бы Я написал апелляцию Мне её разумеется Отклонили Ну круто Чё Чё сказать Круто Я уж не знаю Как цензурироваться На этой платформе То есть Наверное Вообще материться Нельзя Там Хуево знаю Дело в том Что они ещё В своих отписках Они не пишут Из-за чего Они восемнадцать плюс Тебе вешают То есть Просто Восемнадцать плюс Нарушили правила Своего общества А чё ты там нарушил Хуево знаю Поэтому терпим Как бы Да Терпение В каждом шаге Действительно Безудержное веселье Как ритца Спонсора Алик Тиньков Исполнителей Ты всех знаешь Охуенно ребята Молодцы Спасибо Спасибо Четырнадцать Так вы же малолетки Оба Типа в этом Ничего такого нет Вы же оба Несовершеннолетние За какими Биокарликами Тебе сейчас интересно Наблюдать И присутствует ли Интерес вообще Что ты скажешь О том Что тян не нужны А трапы Могут заменить Девушку Я хуево отношусь К трапам Я не признаю Это Я считаю Это уже Какое-то Ну Отклонение Но на 2Ч Многие дрочат На трапов Ну и пускай Я их не осуждаю Но я Я например Я бы не мог Например С трапом Трапов их видно Он на твиче Много трапов Сидит Стримит Сейчас Сейчас же там ЛГБТ Вся вот эта мода Да Ну видно Вот эти мужские черты лица Как они там Гормоны не пьют Но все равно видно Что это мужик Повадки остаются Мужские руки Ну куда они денут Мужские руки Ну я вижу Это сразу Что это мужская Антропометрия То есть Какой бы там Мужичонка не был Даже там Есть мужички такие Мелкие Да С узкими плечиками Но все равно видно Что это мужик Блять Ну Не знаю Типа Ну Кому-то нравится Мне похуй Но мне нет А по поводу интереса Ну я уже много раз говорил Я из нижнего интернета Только Симу смотрю Вот Симу Кого еще А так Чтобы на постоянке Кого-то смотреть Да нет Я никого не смотрю На постоянке В принципе Ну вот сейчас Эльзоньку Доченьку Начал периодически К ней на стримы Заходить Потому что вообще Голяк Нечего смотреть Сима не пьет У Львенка Вообще Какой-то пиздец На стримах Тишина Он вообще Не рейджит Просто сидит Молчит Ну Это невозможно Смотреть Я не могу Мне проще Нарезки Потом Погуглить Раз в неделю И посмотреть Что там было Там все будет Поэтому сейчас В нижнем интернете Кризис Тотальный По-прежнему Процветают Трэш-стримеры Всякие Я знаю Там много Сейчас попоявлялось Опять всяких Унтуров Которые там Пиздят Друг друга На камеру И кто-то Это все Монетизирует Своими Долларами Ну Как говорится Яговая им Судья Я думаю Рано или поздно Пылающий Меч Вонзится Спонсора Олег Тиньков Кой куда Исполнители Ты все Знаешь Охуенно Ребята Молодцы Так Спасибо Привет Карлики Как ваше Терпение Стоп Майский Праздник Это же Вообще-то Мужик Это Жабыч Это фейк Походу Привет Карлики Как ваше Терпение Наше Терпение Нормально Но это Фейк Походу Потому что Под этим Ником Донатит Мужик Жабыч Который Закидывал Мне 100 Тысяч Поэтому Не надо Чужие Ники Использовать Я как бы Помню Еще У меня нет Альцгеймера Я еще Помню Людей По никам Так А что там Было Какой вопрос Уже я забыл А ну вот Да Я сказал Что Вот смотрю Типа Некого Некого Сейчас смотреть Некого В маленьком городе Тяна не борзая Если ты не додик Вполне Склеишь Будучи Нищим Карликом Маслака Разорвали РСП Да Чувак Я уже Много раз Говорил В ролике Даже говорил Что Просто Не наш Включал Просто Не нашлась Еще РСП Которая Его Раскрепостит Поверь Если бы он Ходил Куда-то Помимо Магазина Да даже В магазине Но он же Выглядит Как бомж Ну реально То есть На таких Даже РСП Не клюют Вот я могу Похвастаться Я уже Рассказывал Что на меня Две каких-то Бухих 30 плюс Лезли ко мне И звали Там куда-то Пойти Я разумеется Просто в ужасе Ушел Причем Они два раза Ко мне Подходили Бухущая Вусмерть От них Несло Перегаром Пиздец Но даже Ко мне Нцелу На нейму Но это было Там сколько Год назад По моему Да В том году Зимой Вот в это же Время Только в 22 году Вот И его Могли бы Если бы он Выглядел нормально Хоть в опрятной Одежде Было От него же Воняет Там и так далее Ну На таких Не цепляются То есть РСПхи Они тоже Как бы Не совсем Падальщицы Но это совсем Какая-то конченная Конечно Может там Клюнуть Но А так Если бы он Куда-то ходил На работку Там еще Куда-нибудь То нашлась бы Поверьте На квартирку Позарилась бы 100% А он бы Потом на стримах Оправдывался И говорил Что вы Карлики Девственники Там все дебилы Ничего не понимаете И вообще Чужие дети Это заебись Так бы и было Поверьте А подход К таким людям Очень простой Просто нужно По-доброму Хорошие отношения Так Типа Не нервировать Так вот Все угождать И через месяцок Весь вот этот Разумизм Он просто Улетучивается И Как бы Человек становится Как пластилин Сначала Как пластид Пластид он Жестче А потом Как пластилинчик Клепишь Клепишь Спонсора Алик Квартирку Отжимаешь Исполнителей Ты всех знаешь Охуенно Ребята Молодцы Квартирку Отжимаешь Машинку БМВ Красную Что еще у него есть Тряпки Спасибо Карлики Расскажу вам Притчу Семь раз Отмерь И один раз Терпи Да 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 Точно Точно Правда 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 Ваня с часами Выглядит Смешно Да Я видел Такой огромный Циферблат Еще взял Типа У него рука Маленькая Ему надо было Apple Watch Брать Я Писал В чате Что ему надо iPhone Он же хочет Телефон Себе Да Потому что На андроиде Все эти умные часы Это говно Полное Я смотрел Обзоры Даже часы от гугла Новые Которые вышли Это говно Блять Поэтому тут Стоит признать Что Apple По части часов Они в топе То есть Apple Watch Вот там Восьмые Седьмые Шестые Они в принципе Все хорошие И он бы мог Взять Apple Watch И этот Телефон В комплекте Все Но он решил Типа такие Ну Хуй знает Но они стрёмно Выглядят на нем Я видел Там Такие огроменные У него ручонка Вот эта нищая Немытая Хуй знает Главное Главное Чтобы ему нравилось Карлики Кто мы такие Мейнселы На ней Мы сидим Тут что-то Рассказываем Хуйня У нас-то Нету Часов Да и нахуй Не нужны Не знаю За полторы тысячи Долларов Не знаю Лучше бы он себе Ноутбук Купил Он уже хотел Ноутбук Мог бы купить Ай Ну ладно У меня кенты Наподобие Вани Были разобраны Тянусами Сработает Ему даже досталась Разведенка Без прицепа И кстати Как они начали Половую жизнь Стали адекват Ну да Так Ну так люди То и знакомятся Типа Если ты из дома Не выходишь Ну Никто тень Не ну можно Конечно Сидеть в дискорде Там еще где-то В этих всех Конфах Да Я Я это все знаю И от того Что нечего Смотреть На татрубах Даже поставил себе Дискорд На компе Может быть даже Случится страшно Я начну Ходить по сервакам По всяким По ночам И додиков Заебывать Дебильными историями Не знаю Может на английских Буду серваках сидеть Не знаю В общем Но Как-то так Карлики Если никуда не ходишь То конечно Никто к тебе не приклеится Это факт Это нужно уяснить Всем биододикам Которые там верят Блять Чудеса Что вам в тиндере Там кто-то Блять Мэтч поставит Не знаю Это все так смешно Конечно На самом деле Но я знаю людей Которые находили Себе Баб В интернете Типа Знакомились Встречались Из разных городов Поэтому Как бы Может быть Все Но Я бы на вашем месте Не надеялся Смотрите Нижний Нижний интернет Карлики Наслаждайтесь Моментом Пока есть возможность Вот Просто не цените То что у вас есть Вот и все Вы не понимаете Да Да Мы тебя видим Видим А я вас не вижу Я не поняла Что мы деньги платим Что Мне Вживую Поцелуйчек Отправляет Где Где Какие Поцелуйчки Я слышу Вживую Чё это такое вообще? Это типа видеоконференция, я надеюсь это бесплатная сходка какая-то что-ли или чё? Надо как озон, я не мажор и ушёл. Вроде он часы купил за 130к, за эти деньги можно было купить iPhone 14 Pro. Сейчас он 86к стоит, плюс часы Apple. Ваня слишком умён, чтобы так сделать, зачитай мой предыдущий донат, а то скипнул. А, непонятно зачем купил часы, ведь носить он будет только дома. Ну да, я уверен, что он будет бояться их надеть куда-нибудь на улице, ибо могут грабануть. Да не грабануть, он же может стекло разбить. Ну вы же помните, как он вино разлил? Он же очень неуклюжий, у него координация движения очень такая, так сказать, карликовая. Видно, что он давно не занимался спортом никаким там и так далее. Вот, поэтому, ну дёрнет рукой там, уронит их, ремешок этот отцепится, он там, ну, это ж вонюша, вы понимаете. Потерять их может, забыть где-то, снять там. Я не умру, что ли? Часто очень. Вот бережливые люди там в кафе, в барах там могут умывальники где-то снять, типа, чтобы не мочить. Да, снять и забыть. Это очень часто такая хуета происходит в жизни часоносцев. Меня помнишь? Ну да, ты тот, который уже полгода от повестки прячется, я помню. Ко мне вот постоянно зумерки вот ходят, инсту спрашивают. Может быть, из-за крашенных волос. Может быть. Спонсора Олег Тиньков. Исполнители, ты всех знаешь. Охуенно, ребята, молодцы. Спасибо. Будем на Лена смотреть, что думаешь насчёт его стримов? Да ничего, я их не видел. Не знаю. Прикупил нищий планшетик, чтобы без света фильма смотреть. А телефон, пауэрбанк, что, недостаточно, что ли? Типа на 30 тысяч ампер. Там на 10 тысяч. Типа дохуя же сейчас. Пауэрбанков есть дешманских, китайских. Так. Рэбус заебал, биопроблема обсуждать. Го, Ванечку, посмотрим. Чего? Рэбус заебал, биопроблема обсуждать. Го, Ванечку, посмотрим. Не знаю, мне кажется, это какой-то школьник. Школьник решил закосить под жабыча. Потому что жабыча я в чате не вижу. Сейчас ещё раз проверю. Может, он не прогрузился. Да, блядь, сука. Так, так, так. Он же у меня с модаркой. Я его должен... Ну да, нету. Ну странно. А зачем под чужим ником-то донатить? А, вот. Так это ты кидаешь, что ли? А почему это? Это у тебя голос, что ли, такой? Ты же донатил, у тебя был взрослый голос. Да ладно, серьёзно, что ли, блядь? Ты ещё прикалываешься? Ай, блядь. Да, он полгода... Какие полгода? Три месяца назад кидал голосовухи, и там обычный голос был. Он чё, типа... Обычно на гормональной терапии люди так быстро голос не меняют. Знакомая Тян разошлась с мужем ради бывшего, ставшего майнером-богачом. Только он потом слился, а её мужа зацапал РСП с двумя детьми, которые он сделал третьего чела, как Ваня. Ну ты знаешь, вот эта ситуация, когда тёлки уходят к бывшим, это, блядь, вообще... Это просто стандарт. Хотя бы вот этот видос полностью посмотрим. 3-3-3 рублика же закинул. Непонятно, кто это до сих пор. Не понимаю. Трансляция. Трансляция. Исполнители, ты всех знаешь, охуенно, ребята, молодцы. Ну да, либо это его... Так, 18 плюса не включаю. Либо да, либо это его ОЖП. Ну странно. Так, Кирилл не любит трапов. Подписал всех знакомых трапов на твой канал. И заставлю смотреть каждое видео. Я и сам трап. Когда новый видос заебался пересматривать старое. Ну потерпите, сейчас будет два видоса. Один про Копланиху. А второй про 14 февраля. Ну по классике. То есть вот Ванюша на 1 сентября снимает. Обычно. А я буду на 14 февраля для вас. Для биопроблемников. Я же знаю, вот карлики любят слушать вот эту хуйню. Из года в год одно и то же, блядь. Как Петросян, блин, одну и ту же программу прогоняю. Ну ничего, люди смотрят. Типа им нравится вот это... На каждом стриме одно и то же спрашивать. Типа мне похуй, в принципе. Потлач купит часы дороже, чем у Ванютки. И что ты будешь делать биопроблемный Карли Кинсел? Да зачем мне эти часы? Мне они не нужны. А, я себе блютуз наушники купил на Новый год. Для PlayStation. Вот, всё. Со 100 баксов. Даже меньше. 90 там с копейками. Ну это скидки были. Всё, вот. Место часов. Про логиста читал трэд. Нет, кто это? Скинь в личку ВКонтакте, я посмотрю. Я просто сейчас выпал из интернет-жизни. Трэд про Сигм. Видео по играм. Ну у меня же был про Киберпанк видос. Ещё там про Call of Duty. Ну типа, если чё-нибудь хайповое будет, можно снять. Я только по хайповым снимаю. Я бы про Ластов АС-2 снял, вот, когда она вышла, но у меня тогда плойки не было. Вот, к сожалению. Куплено наушники всё равно лучше. Да понятно, вот это... Я же купил гарнитуру PlayStation, я забыл, как она называется. Забыл. Короче, ну она такая, нищая. Пластмасса там дешманская. Ну такие амбушюры как раз под мои уши. То есть там некоторые ныли в отзывах, что типа маленькие. Отверстия вот эти для ушей, уши типа давят. Не знаю, мне нормально. С терпением, спасибо. Насчёт знакомства в интернете, я из-за Киба познакомился с украинкой из Житомира. Она переехала в РФ, прожили там 6 лет, но из-за плеши у Акарли пришлось переехать в третью страну. Слава украинцев. Ну, слава украинцев, что тебе могу сказать. Зависит ещё, в какую страну переехали. Типа, может оно и к лучшему на самом деле в вашей ситуации. Вон видели, что в Турции происходит? Какое там землетрясение вообще неожиданное. Я не ожидал такого. Я думал, там война началась, но я фотки видел просто. Думаю, это что такое вообще там, что? Иран что ли решил по Турции ёбнуть, блядь? Или ещё что-нибудь такое? А, нет, оказалось, землетрясение. Ну, вообще, я в шоке. Видите, как оно неожиданно всё происходит? Непредсказуемо. Поэтому, знаешь, если вы перебрались в хорошую страну, да даже не в хорошую, оно же постепенно, там можно легализоваться, потом в другую, в третью, пятую, десятую. Это как обычно, вот, мигранты из ВСЖ делают, типа, едут в Польшу, нищую, там получают эту карту поляка, а потом едут уже дальше, там, в Гермашку, ну, когда Британия была в ЕС, то в Бриташку. Во Францию, Бельгию. Ну, топ страны, это же всем известно. Бенилюкс, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, ну, Дания, вот. Исландия, она, по-моему, тоже входит в Шенген, по крайней мере, про Евросоюз, это я не помню. Я знаю, Исландия в НАТО, а вот, по-моему, не в Евросоюзе. Ну, неважно, вот, вот это топ страны, в принципе, а всё остальное, вот, что вокруг, вот эти всякие Венгрии, Чехии, Польши, это такие стремяги, знаете, типа, стремящиеся туда, но пока ещё не достигшие. А, Австрия ещё, я забыл, блин, как я мог забыть Австрия, конечно же, тоже топ страна, но везде бюрократия, вот, особенно в Австрии, там ёбнешься эти документы делать, вот это легализоваться там, ну, даже Никсель Пиксель, посмотрите, ролик она там рассказывала, как она в Австрию переезжала, и, в принципе, её рассказ звучит довольно реалистично, потому что этот вопрос изучал давно, ещё года 4, там, 5 назад, по поводу релокейта, вот, именно в Австрию. Там ёбнешься, блин. Проще реально в Польшу куда-нибудь. Как к Построссии относишься, донатим Карлики? Построссия, это канал вот этот, который про Ельцина, там, ну, про 90-е, типа. Ну, раньше смотрел пару лет назад, сейчас не знаю, я даже не видел, чё там. Да я говорю, я выпал из интернет-жизни, Карлики. Выпал. Ну, я всё жду, чё за логиста трэд? Какой ещё трэд про логиста? Меня вот в гугле не находит. Скиньте мне, чё это за трэд такой. Надо ехать в Чехию. По курсу GoStudy от Икаря Глинка и Алексея Шевцова. Шауевцова. Да-да-да, наебут. Да есть же гневные отзывы про этот GoStudy, что это говно полное. Это обманка. Лучше в США, чем в Мексику. А, через Мексику. Не-не, бред. Ну, перебрались вы, и чё. Ну, будете жить, как бомжи. Будете обслуживаться в больницах для нелегалов. Дети пойдут в школу для нелегалов. Типа, если у вас не денег на легализацию, а это там стоит порядка 10 тысяч долларов. То есть, ещё суды у вас будут. Вам нужно будет обосновать это всё. И вы не лиска, блядь. У вас нету канала с миллионом зрителей. Нету бэкграунда, где вы якобы там небинарная персона. И вас якобы притесняли где-то там по взглядам вашим. Что вам не мешало рекламировать действующую власть. Ну, это мы и опустим. Да. У вас этого нету. Поэтому Америка так себе вариант карлики. Если у вас денег нет, лучше не соваться туда. Я знаю, что это очень популярная тема у СЖ-шников. Есть целые каналы в том же Телеграме там с гайдами. Как к этим койотам обратиться, к кому, куда, чтобы вас там перевели и так далее. Ну, это бред, на мой взгляд, не знаю. Надо смотреть реальнее на вещи, я считаю. В Чехии тоже бюрократия немалая. Немалая, но в Австрии еще сильнее. В разы. В 10 раз. В Чехии, в Венгрии. Там все-таки вот этот менталитет постсовковый. Он есть тоже. Такой похуистичный. А вот немцам им похуй. У них вот все четко должно быть. Там вот есть помарочка. Все сразу, все заново. Будете опять бегать бумажки все переделать. Я просто много читал истории людей именно, которые в Австрию переезжали. В Австрию, в Германию. И как бы... Ну, я бы не хотел так. Видос про конфликт маргинала и хавана. Да мне все равно. Я не слежу за ними. Саша через Мексику свалил с латиносами и посидел в тюрежке терпит. Ну вот, попался. С октября не прячусь после того, как в магистратуру поступил. Карлики, а вас тетки за жопу лапают в маршрутках. Меня раз в месяц стабильно. А что за тянка на донатере была? Да я ебу, что ли. Какая-то. Какая-то была. Пахнет. Так. Хесус заступился за купленного. Блин. У нас... Смотрите, тогда у нас вообще наша задача, чтобы традиционные ценности победили. Кто за... Куда ты... Претендент. Я не поняла, почему в конкурсе участвует девушка и парень. Юля и Мишель. Давайте продумайте скорее, где может быть спрятан. Где... Павел готов... Готов... Стоп, это чё, этот лысый из проекта Казаш, что ли? Или нет? Вроде бы он. Я не поняла, почему в конкурсе... Претендент. Я не поняла. А, нет, это не он. Смотрите, тогда у нас вообще наша... Да-да-да, просто похож. Ну, тот тоже в кепке всегда. Так, секундочку. Всем здравствуйте. Ориентация Лиски. О, пять лет назад. Тян была в таком ахуе, что пока она тусилась с крипто-богачом, её чму не увели, что сперва думала, он врёт. По итогу она думала, что его на зять взять он получает норму, как сисадмин. Сисадмин должен любить только свою систему. И оберегать её. Вот Ванечка тоже сисадмин, но хуёвый. Учитывая то, как он свою винду администрирует, я думаю, он никакой сервак не сможет обслужить. Ну, это ладно, похуй. Да. Чувак, я тоже могу с мужиком в Асашай уехать, и чё? Я от этого геем, что ли, становлюсь? Да, подходящая музыка, на самом деле. Кем я вижу себя через 10 лет? Ну, в принципе, я думаю, что приблизительно всё то же самое, что и сейчас. Ну, в принципе. Эх, терпение В каждом шаге Здесь хронология Очень напутана Последний фрагмент это вообще С самого начала его карьеры Охотничьей Сам же полицей Смотрел новогодний обзор Бэткомедии на был момент Западает в душу Нет, я так мельком видел Надо еще раз посмотреть Карлики, видос понравился Он веселый какой Остает пустотурую Я вам lässю Спонсора, Олег Сенков, исполнительный, ты не знаешь, агулентный, молодцы. В принципе, я думаю, что приблизительно все то же самое, что и сейчас. Спасибо. Спасибо. Да, вот так вот, карлики. Было жизнь, нету жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ошибка, сектантики все подменили, дайте хотя бы с мордочки смыть майонез, сукаец, сукаец. И не рвала аэропорты один, владыки неповоротливый сын. В фойе аэропорта тот обосрался в шорты, и по следам вонючим он был на утро пойман. Так не должно быть, законы работают тут. Это ошибка, преступнички сделали фейки. По коридору смени, но подруги ведут. Без зубая шлюха, алкаш, без штанов, вонючий бомж, кектор и нарик без мозгов. И рядом с ними урбан во смесье. Я всегда готовлюсь, готовлюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Да, законы работают, охуительно. Продавцы терпели вонь, блядь, я этого не видел. Представляю продавцов, когда в магас зашел вонючий козел в тряпках. В тряпках? Об этом есть особая история. Лента, ты не вонял или от меня так невыносимо? Вообще они такие, они все, они ведь... Терпим карлики. Стоп, купать часы, там выбрал, все. Не знаю, карлики, мне Apple Watch больше нравится. Типа, если бы мне нужны были часы, я бы купил Apple Watch 8. Они держат заряд два дня, они водонепроницаемые. Там металлический корпус, хорошее стекло. Плюс на них можно чехол купить, можно и пленку на стекло, на циферблат нацепить, чтобы не царапались. Ремешки сменные, там любой ремешок можно, плюс они унисекс, плюс их легко продать, кстати говоря. А вот это говно, ну ты его не продашь никому, мне кажется. Там может за тысяч 30 разве что на вид. А Apple технику додики активно берут вообще на всех этих бушных барахолках. Ну такое. Потом говорю, что вы для меня отложили, потому что я в предыдущий день звонил. Нами сами предложили типа отложить. И вон отложите, думаю, а то вдруг в чем. У меня же такая судьба, блин. Никто их не покупал, а сейчас придешь и купит. Ну вот. Но прихожу там, вначале я все другие часы осмотрел. В том числе и померил. Трое или четверть часов я померил. Потом варенок приносите, это я вот типа. Ну они приносят. Открывает, как я уже говорил, видосики, я как увидел сразу. Сразу говорю, да, то. Сразу. Вот. То, что были такие же, только увеличенного размера на витрине. И вот они мне что-то не понравились, хуй знает. А вот когда я увидел такой сразу, да, то. Вот. Ну все там, чуть-чуть померил. А он их на стримах сидит, заводит, там время сверяет. Или нет? Для прикола, хотя увидел, что это. Ну все, говорю, да, беру. Ну, то есть, ну даже без сомнений, без всего мгновенно, по сути. Вот. Ну они, говорю, а у вас звенья-то можно убрать? Позолоченная электронная Casio. Да, ты знаешь, учитывая, что он хочет телефон новый. В его случае было бы логичнее купить какой-нибудь айфон 13 или 14 с Apple Watch. Все. То, что я думал, что нельзя. Думал, сам эту операцию буду проводить. Ну, они говорят, да, можно. Ну вот, зовут чувака, там выходит мужик такой. Часовщик. Серьезный такой. Часовщик, блин. Ну и все, уходит, там, говорит, сколько убрать, туда-сюда уходит. А я уже шубу снял, там тепло было. Ну и когда мерил, потому что меришь часы, в шубе там, ну, пипец, в дубленке. Ну и посвободнее. У меня был с собой рюкзачок зеленый. Вот, снял шубу, рюкзак. Шапку оставил, тоже 2 бабла немытая. Шарф снял. И тут еще какие-то подходят клиенты. Что-то купить, хотя бы чем-то быстро я-то там выбирал. Может, они заранее выбрали хуй знает. Я не знаю, что я сидел, там у них столик такой. Мне на нем сидел, ждал. Ждал. Ждал, когда эти подошли уже минут 10 точно, а может и больше не было. Я думаю, там 5 минут. Вот. Они говорят, ну, что-то нам давай покупаем или что-то такое. Им тоже что-то мастер нужен был. Либо им чинить мастер. Я не помню. Не прислушался, особо мне похуй был. Говорит, мастер еще минут 10 будет занят. Я думаю, нихуя себе уже минут 10-15 нет. Он еще минут 10 будет занят. А там больше никого не было. Я когда пришел, я один был. И все время я был один. И только вот после того, как мерить стали, эти подошли, и потом еще какой-то чувак подошел. То есть там народу вообще нет. Можешь сказать, вот. Ну, за то, кто подходил, они все что-то покупали. Да, кому нужны дорогие часы? Я думаю, в 23-м году, как бы, желающих не так много покупать такие часы. Тем более Apple Watch, они же в топе по продажам. В принципе, в сравнении с другими брендами часов. Любых абсолютно. Apple Watch на первом месте. Поэтому я думаю, сейчас, если кто-то из современных людей покупает часы, то они берут именно умные часы. Они вот эти вот командирские. Ну, или нищие какие-нибудь там, я не знаю. Какие там есть? В России луч, луч, полет. Зенит, по-моему. У Кита еще. Ну, не важно, в общем. Что-нибудь такое. Ну, они недорого стоят. Там тысяч долларов двести-триста. Вот. То есть, никто просто так глазеть не приходил. Все приходили покупать. Вот. А там это мужская пара была. То есть, мужчин же... Да часы за стука, это недорого. Дорогие часы, это за лям, например. Тысяча восемьсот. Семьсот. Ну, десять тысяч долларов. Ну, посмотрите, сколько дорогие часы стоят. Ну, статусные именно. А за сто тысяч это, ну... Реально, лучше бы он купил... Я помню, на Старом Арбате был магазин часов. Там вот продавали как раз-таки вот эти луч, полет. Лучше бы купил себе луч, полет за сто долларов и не въебывался. Я вполне серьезно говорю. Типа он бы ничего не потерял абсолютно. Ну, они такие старенькие, лет по пятьдесят, что-то такое. Вот такие вот по пятьдесят, чуть старше. Ну, примерно пятьдесят, чтобы вы понимали, да? Ну, вот этот тетка говорит. А там этот стол единственный, он небольшой такой. И два стула. То есть я на одном сижу, в принципе, второй есть. На начале вроде по-моему села. Ну, вот это что-то душно надо это. Пошли, типа, десять минут, говорит, может, пошли, лучше это погуляем. Типа, десять минут сидеть душно. Вот. Ну, ладно, там. Ну, это, да, пошли. Уходит. Вот продавщица, их там целых три штуки был, подавщица. Ну, две точно, по-моему, три их был там. Ну, две точно. Она говорит, блин, иди, две. Дверь открой. Что-то на то и так это душно. Что-то это. Духатория. А там помещение с двух комнат состоит. Вы считаете, как две комнаты, между которыми считается, как, типа, дверь. Узкое пространство. То есть, можно было бы сказать, как одно помещение, там стена. Ну, так вот, две комнаты, между ними дверь. Ну, прямое помещение, то изначально это обычный прямоугольник. Просто вот здесь пополам оно поделено, как дверь. И вот мы в этом во втором, но глубже. А дверь, она там, в первом. Тут двери нет, просто, ну, отверстие, типа, дверь. Ну, я к тому, что если дверь открыть, то не очень хорошо проветриваться будет, потому что в том помещении будет холодина. Карликом салют тебе хорошего стрима, спасибо. А сюда будет сложнее доходить. Я думаю, мне это похуй. Ну, вот, и она пошла, открыла. Вот. А потом еще часовщик выходит, говорит, а что вы дверь открыли? Проветрить, наверное, завоняло тряпками. Затклостью. Тряпочной затклостью. Ну, если вам холодно, давайте закроем. Он так вроде промолчал. Зимой дверь открыли, блядь. О, корлики, блядь. Вы вдумайтесь, зимой открыли дверь. Это... Это... Это точно там, значит, след. Остался этот шлейф козлиный. Да, 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 да. Шлейф, блядь. Вот, я стал думать, блядь, а не воняло ли от меня так невыносимо, что, блядь... Бля, он... Бля, я вахаю. Но я когда-то с таким... Мужиком в лифте ехал. Тоже. Я тогда учился там на первом курсе нищим. Это был май месяц, первые дни жары. И какой-то биододик, походу, не намазал подмышки дезодорантом, либо рубашка была несвежая. Но, короче, он зашёл в лифт, и такая вонь была, бля... Ещё и лифт маленький был такой, прям узкий. Просто пиздец. Это невыносимо, карлики. И вот от него, наверное, вот так же воняло потом. Поэтому я могу понять, почему они решили зимой дверь открыть. Как бы это логично. Потому что такое терпеть, это... Ну, знаете, это слишком уж... Мне кажется, это в их обязанности не входит терпеть бомжей каких-то у себя в магазине. Блядь, эти съебались и не стали ждать 10 минут. А эти сказали, давайте проветрим, нахуй. Ну, хуй знает, мне кажется, не воняло. Ну, там хуй знает. Ну, конечно, своё говно не пахнет же. Зато часы за 100к. Не, ну, вторая вот тёлка, которая ко мне, она подходила ко мне постоянно. Но когда ещё, вот я когда ещё не выбрал часы, а вот просто как, ну, они у меня были заказаны, но я не сказал об этом. Я считаю, что женщины нужны для стремления в жизни, для развития своего социального интеллекта. И да, это тяжело, так ты растёшься по национальной личности. Ну, он вонятка растёт, да. Ради куриный шпек часы купил, воняет, стиралку не покупает. В дырявых носках ходит, в дырявых штанах. Не знаю, чувак, мне похуй. Козлёнок нищие котлы купил, только Каринка-то не даст. Ну, да, конечно, не даст. Её, если прижмёт, она обратно в нижний интернет вернёт симпов доить на донаты. Пока ей этот донатер деньги даёт, она ей не высовывается. Плюс её хейтят очень много людей. На дваче там трэды пишут разоблачительные, поэтому ей, видимо, не нравится, что её хуесосят постоянно, она решила уйти в радиомолчание. Но это ненадолго, она вернётся, поверьте. Как только дотационные сиськи оторвут, сразу на коленях прибежит. Карликом опять кланяться. И она, когда я смотрел, она подходила ко мне рядом. То есть, если бы от меня воняло, она бы... Ну, зачем я ко мне рядом? Она бы... Ей нахуй вообще подходить. Она ко мне стала подходить, там, ну, зуб сговаривать, что-то там объяснять. Так она подходила, чтобы продать товар. Это её обязанность. Потому что от продаж им наверняка идёт процент. Тем более, часы за 100 тысяч. То есть, ну, неплохо. Ну, я нормально что-то поспрашивал, там, туда-сюда. Какую-то инфу она мне сказала, там, об одних часах. Интересную, познавательную, реально. Там, часы-полёт, что ли, которые... О, полёт. Там, одни, там, с Гагарин летал с таким механизмом, поэтому... Типа, в Совке делали точные механизмы, потому что в космос летали. Я уж не знаю, насколько это влияет, но, тем не менее. И Гагарин летал с часами. Ну, вот, другие полёты... Видимо, посмотрев на его прикид, решили, типа, бля, бомж какой-то. Давайте ему нищие часы. За, там, 3 тысячи, блядь. Ну, не, полёт, они, по-моему, от 100 долларов начинаются. От 100 долларов и выше. Тогда эти трэд про логиста. Я же прошу, скиньте мне в личку ВКонтакте этот трэд. Я уже прошу, тут час. Скиньте в личку. Полёт для этих делают, для лётчиков, танкистов, там. Другие президентские часы, вот она это всё объясняла. Я ещё, я говорю, я ещё тро или четыре часов померил, кроме вот этих. Вот. Нет, это сталь, по-моему. Он за... Они брендовые. Хамильтон бренд, по-моему. Какой-то американский, короче, часы. Там чисто 100 тысяч из-за бренда. 52 секунды терпеливо кайфуем. Да ёбаный рот. Чё, ссылка какая-то подставная, что ли? Признавайся, работяга. И зачем мне тогда было подходить ко мне, да? Если бы от меня воняло, она бы вообще в другую комнату ушла. Она прям рядом стояла, но в метре. Ну так она продавала товар, это её обязанность, её опыта. Поэтому она и не уходила, а терпела. Потому что ей нужно процент получить от продаж. Как-то вот. Так что хуй знает. Вообще они такие, они всё же терпят. Это же эти, как продавцы, они должны всё терпеть. Это как шлюха. Если она будет у тебя вонять, она не скажет, что у тебя воняет. Наверное, по крайней мере. Я когда в стриптизах был, я два раза был. Оба раза летом. И как от меня воняло, хуй знает. Одному богу известно. Но не одна стриптиз-дёрша, а у меня их было три. Одна в Питере и две. Две в этом. Адарь, я же там с двумя был. Ни одна не поморщилась. И они впритык ко мне были. Причём они даже вот так вот обнимали. Не поморщилась, ну конечно. Мали меня вот так вот прям. Вот так вот сиськами там. Вот так вот прям обнимали, всё так. То есть впритык вообще. То есть если бы от меня не слой люто, они бы так не смогли. Ни одна не поморщилась, ничего не так, не сделал никак вообще. Не сказал, блядь, тебя воняет, иди прими душ, там. Не знаю, чего угодно. Не попшикала, могла бы там. Не, не, они все вот так, и там. Хуй знает, может терпеть, не знаю. Мне кажется, если бы прям реально воняло, они бы не смогли терпеть, хуй знает. Не знаю. Причём я когда, например, в Питере сидел, Парший секс в Анечке. О чём ты моешь меня? А ну-ка. Пастельное бельё с Мадагаскаром. Пастельное бельё с Мадагаскаром. Ну не, у него будет пастельное бельё в тряпках, блядь. Стоп. А, это кто-то затегал меня. Сейчас же можно теги вставлять, типа, с ником. У меня же аудио РВ1. Тег канала. Терпи-терпи, маленький. Ну шутники ёбаные. Ну чё оно не грузится-то, блядь. Не хочет, чувак. Твоя ссылка битая. Воспроизводится. Так. Тред про логиста, только это перекат. Так, сейчас я гляну. Хорошо. Сейчас зайдём. Бля, у меня пишет, ничего не найдено. Пишет 404. Нету. Нету ничего. Нету. Перекинь ещё раз. Может, ошибся ты. Эх, карлики. Так, сейчас, секунду. Так, сейчас, 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 погодите. Спасибо. 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 Сейчас, секундочку. потерпите на архиваче был оригинальный, но он не открывается ну так архивач надо открывать с vpn, блядь о, все открывается списала одногруппница, теперь она требует с меня косарь денег, так что дело серьезное парень к ней подключился, за то, что у нас что-то делают друг другу в группе, ок, за деньги, но она об оплате не говорила, так еще ее парень заговорил о процентах, как быть блядь однодемногие в группе, с кем у меня неплохие отношения да и списывать больше не у кого два дня, чтобы оплатить а не ответы, блядь, ну это надо видос снимать в натуре, вот этих вымогальщиков, блядь я бы, ну так, не надо показывать лучше трэды мало ли там голые какие-то будут спасибо, что скинули эмм вот ну пидоры в натуре надо помочь карлику пусть менты из них повымогают, блядь за вымогательство охуевшие ну зумеры, блядь там они со мной сидели и подсаживались то есть одна вот, которой в итоге я щупать пошел она вообще со мной всю дорогу сидела я там сидел ну 30-40 минут я там сидел плюс другие тоже подходили они типа танцуют, потом к тебе подходят и у тебя выпрашивают чаевые и говорят, пойдем со мной типа тоже они все подходили ну и тоже ни одна не морщилась ну и это вот сидела она прям ну притык она прям вот от которой ножки бархатные я щупал, вот она ну блядь она нахуй ей со мной сидеть я ей бабки не башлял хотя я по-моему дал чего, не помню ну так, рублей 500 но ей со мной сидеть я не поил ничем, ничего королика разводят на бабки ну это пидорство это так люди из себя не ведут где 1000 рублей где оплата за списание математики за бесплатно я так сказать пользовался услугами тоже я помню, как мне китаец 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 делал контрольную по высшей математике за обед в Макдональдсе за биг тейстик картошку и по-моему колу он мне сделал контрольную там было несколько заданий вот было такое но мы сразу договаривались я ему сказал сколько тебе что тебе заплатить надо что ты хочешь он говорит ну в Макдональдс меня своди типа ну я ему дал купил ему вот он мне сделал контрольную то есть у меня были такие ситуации но мы договаривались сразу типа что оплата будет как поэтому и так дела не делаются это конечно мразотство высшей степени ну опять что-то не открывает сам был листой до 23 тян с работы по итогу просто пришла в гости уточнила что я нупы сама в койку уложила сейчас жена моя если тян хотят они сами вас разденут да у меня да блять ну ёбаный гугл не работают карлики не знаю в чем прикол ну ссылки какие-то странные короткие ссылки слишком да вот у меня так и было что то же самое то есть самостоятельно по факту это все происходило договариваться надо на берегу да за нищие блины могла легко съебаться и там я ни хуй не уперся там у них другие тоже места были если бы она хотела уйти ну конечно не понятно что она там не сидела что я там альфач блять такой но если бы воняло блять смысла и со мной сидеть ну так вот карлики так что я не воняю ну даже если вонял сама они терпят и даже не помочь при том что там они вообще в притык а тут вот эти в магазине они же не в притык ну метр конечно они часа они тебя одевают берет часы и прям тебе одевает сама ходил в стрепуху с друганами прикола не поняли чисто нахуярились и поехали домой так как бы стрепуха это же разводилово для лохов вы что не в курсе что ли это разводилово просто людей на бабки кидают там и все то есть вот эти телки которые там работают они занимаются по сути мошенничеством то есть биокарликов разводят просто на адену и таким образом додики там оставляют сотни тысяч вот и все поэтому как бы я бы на вашем месте туда не ходил лучше в шалманы просто сходить и все самое обычное без проблем да уж ну и тред инфа по школьцу да прикольный тред ну умен ну карлик вот так вот так вот карлики вроде бы договаривались все нормально а тут тебя оп наебывают вот и все и ты уже в роли потерпевшего терпишь терпишь как додик да конечно уебищно это все тем более в группе они же все таки учатся вместе якобы да вместе вместе и тут такой кидок нехорошо это карлики так не поступают правильно так только пидоры поступают я так считаю так стрепуха единственная где места были в тот вечер но и задача была просто нахуяриться так там нечего делать в стрепухе там все равно никто не даст то есть смысл туда идти вообще нечего в головешке настроив процесс у Вани киберпам пошел на 40 мпс и жестко затерпев получая донат еще больше затерпел направив свой зов чат когда была арена и был там подлач ванятка также потерпел цикл неудач Каринка слилась ребу стравит в общем-то сил нет он едет к Дон Симону не забыв купить букет мы терпим мы терпим мы терпим на стриме у ванамаса школьников не развожу разводят казино там и другие нехорошие места у меня все по чесноку поэтому не хочешь не терпи я же не заставляю мега терпенье в это мгновенье у Ванечки лови лавца Ванечка отвлекся вдруг от стримов игровых но в Питере он затерпел одна арка в салевых и даже на анапу рассчитал он бюджет на отдыхе все время пропадал интернет быть может нищий блинчик на ванне на бед подарит ему счастье и подтянет силуэт и глотки биомусору он сможет порвать и в тряпочке Каринка упадет на кровать мы терпим мы терпим мы терпим на стриме у ванамаса мега терпенье в этом мгновенье у ванечки лави лави лавца мы терпим мы терпим мы терпим на стриме у ванамаса мега терпенье в это мгновенье у ванечки Лови ласа Мы терпим, мы терпим, мы терпим На стриме у Ванамаса Мега терпенье в это мгновенье У Ванечки лови ласа Мы терпим, мы терпим Мы терпим, мы терпим, мы терпим Как ты слышал, как Экипедия на стриме говорил, что драл тёлку Да, я это тоже слышал Это истории лет 7-8 точнее И себя вспомнил Я также врал в 17 лет кентам ебакам Да, вот эта история про то, как он ебал тёлку в парке Она звучит как история Сперматоксикозного девственника Канонического Канонического, поэтому, да Есть такое Ну, на стримах же рассказывалось, что у него там сплошная френдзона была Поэтому это проистекает Понятно откуда все эти фантазии дебильные Что он там кого-то в парке ебал Все оттуда Так, Васютки-паписютки Здорово-здорово, видали здоровее Ну чё, карлики Лайк, репост, подписка, каля-кольчик Сидим Отмечаем часики, блять Ааа Ну так вот, блять, ёпты Как и обещал, креп-крепочек Да, креп-крепочек Карлики с острова Лоха Живут в принципе неплохо Да, карлики Ну сегодня один из самых счастливых дней моей жизни Вот Не, бывали, конечно, счастливей Но, блять, тем не менее, тем не менее Карлики с острова Лоха Покупают часы неплохо Эх, да, красивые, что пиздец, нахуй Вообще, я ролик запилил Но не выложил его, потому что Ебанутый этот фотоапораб, блять Снял его по частям, сука То есть он не одним файлом, блять А Спалу Кариша на стуле, да И то, как он кружки с какими-то эскортницами делал И понимаем, что Лёшка инцел И причём непонятно почему Непонятно Мне бы его деньги Да Я бы вообще на этот вопрос не заморачивался Типа Снимал бы раз в месяц Или раз в пару месяцев эскортниц Каких-нибудь, да и всё На пару дней Не надо Самоутверждаться Потом и рассказывать Что ты там ебался в парке Или ещё что-то Человек берёт за одну интеграцию 15 тысяч долларов, карлики Вы вдумайтесь только в эти цифры 15 тысяч Но при этом Ну это то, о чём я много раз говорил Что биопроблемы Ой, деньги биопроблем не решают То есть если у вас в башке бардак То Бесполезно Вон гамовер Пример яркий Тоже человек говорит, что миллион рублей В месяц зарабатывает При этом тоже там Судя по всему очень печально Всё по части биопроблем Вот так вот, карлики Живой пример Но его Я думаю, надо будет наградить Премией Что главный Филантроп-меценат Нижних интернетов Гамовер 47 Медаль Медальку дать Разбил, блядь, на два файла Соответственно А медальку сделать Из вот этих вот часов Блядь, арендерить Ну и учитывая Что время уже дохуя Смысла в этом не вижу Запрет Выложу Там я Поподробнее Лёшка Слишком ЧСВ Чтоб платить за женщин Ну да Он, наверное, думает Что, типа, да, бля Я уже, типа, охуенный Чё я, типа, платить буду Типа Покупать Тё Блядь Так большинство и живут Как бы Только Это называется не проституция А бытовая проституция Что, как бы, одно и то же Практически Только там долгосрочная А там Краткосрочная Всё очень просто А он Чё-то Типа Теперь будет котлами в камеру Бить Как кабанчик Типа Лучше бы машину стиральную Купил Или клининг Нанял Он до тряпок Купил Нищик Я видел какую-то нарезку Где он говорил Что он не убирает Потому что он всё равно Вокруг себя ничего не видит Ну, из-за плохого зрения Поэтому, типа, он Не убирает Охуенная Отмазка Не рассказываю, блядь Как, чё, почём Хотя, ещё частично Расскажу вам Что полностью Вот Карлики с острова Лоха Живут в целом Им плохо Да, карлики Ну, сегодня, конечно День, блядь Ничего не скажешь Папа Сам ты кол Мобильник не купил Хотел мобильник Ещё осенью Лёшка почувствует Хоть малейшую эмпатию От любой женщины Я гарантирую, что мы будем Наблюдать эпопею Уровня львёнка И шпачихи Ну, так вы вдумайтесь Он миру ХС рейдил Два раза В первый раз Она его проигнорила И он второй раз Полез её рейдить И она его опять Заигнорила То есть, если человеку Нравится Там в 20 Ему тогда уже было Года 22 23 То есть, если вот Ему нравится Такой типаж Вот этот надувной То тут как бы Уже наводит На определённые мысли То есть, чисто Порнушный типаж Такой видно Где человек Как бы опыт Набирал Да Ну и Карина Стримерка Которая ему тоже Явно нравилась Очень сильно И Я уже много раз Говорил это Что Вот этот весь Его антибабарабизм Он начался Активно В активной фазе Он начался Как раз Когда он с Каринкой Посрался И всё У него сорвало Крышу окончательно И он начал Уже вот эту вот Позняковщину Задвигать И прочие Вот эти вещи Про баборабство Там Про Патриархат Там И так далее Что Мужик Там Не должен Платить И так далее Вот так вот Карлики Да У каждого Свои Как бы Биопроблемы Да Ещё Много Чего не купил На то Часы Купил Милк Стаут Отмечаем Есть Не хочу Потому что Кто следит За Тележкой Вномаса Знает Что Относительно Недавно Я ел В бюргер Кинге Сожрал Два Вопера Картошку Большую Два Соуса И 0.5 Стакан Что-то Тип Колы Блять Я вначале Хотел Пиццу Заказать Изначально До всего Этого Ну В начале Дня Но В итоге Я А Потом Ещё В гуме Был Ну Сразу Видно Ну Видно Молодец Разглядел Почему Для Вяти Поход Бургер Кинг Это Событие Ежи Ресторана Со Средним Чеком 2-3 К С Нормальной Едой Такой Человек Привык Видимо К Фастфуду Да И Всё Типа Зачем Рестораны Не для Разумистов Там Же Нет Вот Этих Скидочных Купонов Бонусов И так Далее Поэтому Он Приучен Видимо В вузике В нищем Когда Учился У себя Там Наверное Просто Приучился Ходить Да И Всё Продоходы Даже Не удивили Что Их Нищие Часы Пришел Покупать Бонж Маленькие Колхозные Часы Колхозные Часы Колхозные Часы Колхозные Часы Проволок Проволок Не помню Ты кто Ты кто Не помню Бля Да Дамач контрол На высоте Не помню Это был Не я Я тебе не звал Разбан 5000 Это что За хуета На левой Руки На садоводе Брал Такие Полная Параша Ну так Конечно Это уже Была Стратегия Андрей Кир Чтобы Каринка Дружила С Лёжкой Плюс Мне Ну Бывшая Модрыша Карина Говорила Что Вообще Типа Шевцов Общался Больше С Андрейкой Вообще А не с Кариной Карина Просто Так сказать Там Как декорация Была Просто ходила За ними Следом А так Шевцов Просто с Андрейкой Пиздел Вонятка Стримит Рассказывает Как футболку Со второго Раза Смог Постирать Так как С первого Не отмылась Не Потом Уже В нарезках Посмотрим Я не буду Ну Перенасыщение Уже Вонятка Там Еще Он Впереди Куча Видосов Его Потом Неудачный Опыту Маленького Ну И пил Конечно Шикардос На Хуя Ты Ты Никуда Не Уходи Утять Часы Подходи Перед Карликами Чтобы Красоваться Карлики Уваживали Статус Повышался Я Повесил Свой Статус Перед Карликами Вонятку Смотрит Сто Человека Шевцова Тысяч Десять Наверное На Постоянке Тысяч Шесть Я думаю Семь Все Выстрались Они Еще Не сгиняли Рая Числи За 120 Порезки За 50 Силь За 200 Рублей Фимозный Статус Фимозный Статус Точно Промечено Будучи 23 Карликом После Армии Проебался С Милфой На Корпоративе На Утром Мне Было Плохо От Адового Похмела Супергероем Не Стал И Не Получил Того Тепла Что Хотел Лучше Были Стенником Остался Кринж Это Был Не Я Пиздец Кожи Ёбнутый Ха 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 Ну Он Этого Бигзотика Наверняка Знает Да Не Наверняка Даже Я Его Знаю Вот А он То Уж Точно Это Теперь Главный Враг Вообще По Идее Потому Что Он Шпек Долбит В данный Момент Поэтому Все Он Знает Просто Терпит Ха 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 Не Затерпел В чатике Забанил Блять Забанил Нах Ха Ха В чатике Блять Ой Вонятка Вонятка Даже Меня Не Забанил Блин А Бигзотика Забанил Видите Как У него Не горит Блять Ха 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 Только Вдумайтесь Да У многих Происходит Вот это Разочарование У меня Тоже У меня Типа Как я Большинство Был воспитан На проне И В сравнении С реальной Жизнью Я Типа Думал Что это Что-то Охуенное Ебля Да Но Ожидания Не оправдались Как говорится Вот Мне кажется Это у всех Происходит Так То есть Когда Прон смотришь Ожидаешь Одного А в жизни Происходит Другое То есть Ну Вроде бы Да Неплохо Вроде бы Потом Сон Лучше Становится Более Так Пропадает Вот эта Тревожность Там И так Далее А с другой Стороны Да Типа Ничего Такого И нет Особенного Такой же Эффект Можно Получить Если погулять Пару Часов Абсолютно Такой же Эффект Так Ты с Кариной В теремок Только Сходила Бегзотик Ее И в хост И в гриву Кстати Я узнал Что Вонятка Оказывается На Игромир Билет Каринки Купил В кассе То есть Они вот Когда В семнадцатом Году В восемнадцатом Ходили С куриной Шпек Ельзонькой Да На Игромир То Вонятка Там Метнулся Блять Кабанчиком В кассу За билетиком За пятьсот Рубль Я и купил Билетик На Игромир Да Карлики Можете ему Написать Об этом Поспрашивать Почему Он как Бабараб Билет Купил Ай Блять Пиздец Комерировал Новый Дунат Позор Надам А у Купли Новый Чувствий Ну Пиздец Чего Брюхо Пиздец Груша Ну Вечером Спросите У него Зачем Он Билеты Ну Он Конечно Отмажется Он Скажет Что Не Бало Такого А А вдруг А вдруг А вдруг Мне Слышно Мочегонную Луну Поставь Хорошо На пол Шишки Может Да На пол Шишки Не Ну Пиво Пиздец Пусть Да Оставаться Три раза Если Да Куплю Я пропускаю Потому что Ты хуйню Всякую Кидаешь У тебя Репутация Уже Ты в черном Списке Как Бегзотику Ванюша Свои часы Ну Так Вот Я думал Там Чата Нету Больше Все Терпите В следующий раз Я уже Только за деньги Могу Создать Назначу Там Модераторов И Делайте Что Хотите Сюда Не было Это Будет Не скоро Скорее Все Может Весной Может Никогда Ну Хайти Кавлики Сколько Время Ведь Как Светится Во мне Apple Watch Нищая Такое Apple Watch Циферблат Всегда Светится Там Можно Настроить Тут Все Серьезно Hamilton Старейшая Фирма В мире Я не умру В туалете Ненасказательная База Бомжемасса Я вижу Вы очень Прям Соскучились По Вонятке Что Прям Все О нем Спасибо Так Это 250 Чем Чем Он Отповедает Назов Хороший Вопрос В Видосик Будет Чек Видосик Выйдет Завтра Ты бы Чаще Создавал Четы Однодневки Людям Бы Надоело Срать Держишь Держишь Долго В напряжении Зрителей Кто Ты Что И Они Когда Появляется Возможность Пообщаться Ломятся Так Меня Там Нету Все Равно Я не Общаюсь Скажешь 106 Тысяч Вырвал Скидку 10% Меня Нету Я Там Не Читаю Даже Я Захожу Раз В Два Три Дня Перед Сном И То Если Не Забуду Прочекать Если Мне Что На Глаза Попадается Запрещенка Я Удалял Я Сейчас Даже Не Модерировал По Факту Я Может Что Удалил Раза Четыре Всего Лишь Пять Максимум Потому Мне Так Похуй Было Думаю Пусть Королики Там Порезвятся Повеселятся Потом Как Надоело Я Просто Снес И Все Ни Хуйня Я Че Бабку Зря Йогнул Наверное Зря Иди Сдавайся В полицию Пока Не Поздно Они 118 Стоят Почему Они Везде Стоят Столько Кто Найдет Дешевле Плюньте В рожу Своей Матери Да Забейте Не Не Сильно Гуглил Можно Ли Где То Отгрыз Их Дешевле Нигде Но В одном Месте Они Стоят Столько Ж 118 Но Скидка 10 Процент Только В одном Месте Таким Образом За 106 Я Взял Чек Есть Сразу Скажу Подделок Таких Часов В России Нет То есть Они Вообще Вроде Как Есть Я На Форме Наталкивался Да Есть Он На Садовод Просто Есть Там Роликс Поддельные Какие Хочешь Но Если Вы Загуглите Копия Подделка Вот Этой Модели Любой Даже Любой Гамильтон Вы Не Найдете Массово То есть Они Может И Есть Но Да Ну Да Если Массово Нет Ну Значит Их И Нет В принципе Но Кроме Того Как Я Понял Тот Магазин Где Я Покупал Находится Во Первых В центре Минивший Я не буду говорить Где Чтобы Не давать рекламу Потому что Реклама От меня Это Рил Очень дорого Потому что Много Очень богатых Карликов И они Ща Могут Просто Миллионы Понести В эти Магазины Поэтому Ни в коем Случа Нельзя Рекламу Давать Ни в коем Вот Вань У тебя На животе Какие-то Коричневые Пятки Но Тогда Дрестать Ходил Говно Блять От Унитаза Кошетила И на У него Одна Праздничная Футболка Кстати Он В ней На всех Праздниках А ты Че Думал Говно С рикошетером Плюхнула Булькнула Кинетическая Энергия Превратилась В потенциальную Так вот Она Вынесла Открыла Вот Эту Коробочку Деревянную С первой Секунды Понял Оно Охуенно С первой Секунды Сразу Не сомневаясь Вообще То есть Даже Ну Не проанализировав Ничего Не посмотрев И У вас Первый Секун Просто Взгляд И Все Оно Блять Решает Размер То Что Он Поменьше Прям Решает Пиздец Маленький Ну На самом деле Дефолтный Размер Такой Стандартный Это Есть Вот Это Большитство Часов Которые Вы Будете Видеть Она Именно Такого Размера Ну Мужские А Все Что Больше Это Уже Не Очень Это Для Крупных Мужчин В основном Для Толстяков Типа Вилсаком Там Вилсаком Кстати Apple Watch Носят Насколько Я Видел Большие Часы Даже Не то Что На Тощий Даже На Средний Да Нет Они Ниже Там Онлайн Ливнуло Я Видел У нее Сидело Первые Два Дня Три Тысяча Потом Восемьсот Человек То есть Все ушли Она Скучная Дико Она Во первых Дико Скучная Аморфная Замкнутая Без Самоиронии Абсолютно Человек То есть На любые Шутки Она Обижается Я уверен Она там Половину Этих Детей Перебанила В первые Эти Дни Поэтому От нее Большинство Людей Ливнуло Там Осталось Меньше Пятидесяти процентов Поэтому Такое Провалился Рейд Короче Ну как Ну да Онлайн То у нее Увеличился В три раза Но Это не то У нее могло Остаться Три тысячи О NPC Фейлз Форт Мурант Я это видел Сейчас чувак На дороге Упадет Типа Чтоб Внимание Привлечь Бля Я хуй знаю Чтоб они Так симпуют Бля 162 Приземистая Карлица С огромными Сиськами Бля Ай Ну такое Типа С мужицкой Фигурой К тому же Без жопы Просто жопа Вкачана Очень сильно С помощью Спортзала Ну Не знаю Короче Ну это реально Идеал Вот порнушный То есть Это вот Видимо У девственников Именно Вот такие Телки Катируются Я сам Когда был Девственником Я так Вспоминаю Вот Что я смотрел Мне тоже Нравились Такие Вот Типа С огромными Сисяндрами Там Надутыми Такой Типаж Вот С возрастом Это меняется Ну Когда уже Листу Сбрасываешь Вот Наверное Так Я это могу Объяснить Давайте Еще раз Глянем Кстати Тоже Бомж Какой-то Или Наркоман Но Видимо Узнал Кланяется Карлик Ай Блядь Но Даже Не Посмотрел На нее Обратите Внимание Заигнолил Да Прошлый Донат 18 Плюс Я Не Включаю 18 Плюс Читайте Описание Че Вы Миллионный Раз Одни Те Же Вопросы Задаете Так Так Не Стоять Так Ну это Смешно Конечно Был еще Видос Там Где Она На Чувака Ногу Ставила Это Вот Недавно Было Где-то Полгода Назад На Каком-то Фесте Типа Игромира Там Чувак Встал На Колени Она На Него Ногу Ставила В Обуви Это Тоже Было Кринжа Если Кто-то Знает Скиньте Че Это Было Потому Что Я Не Помню Название Я Это Видел В Клипах На Твиче Да Уж Вот Так Вот Карлики Ручонки Ну Среднего Твиче Твиче Так, раз-два, раз-два, раз-два. Чё-то оборвалось. Ты говорил, я хуйню кидаю, ты думаешь, я тебя не переиграю, не уничтожу. Да, 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 окей. Похуй, что в бюргеркинг, что в киевсе. Вот я вот на этот, я оставил, знаете, сколько там в тележке, фотка есть. Но сколько я там взял? 712 рублей. Вдумайтесь. Два бюргера, и то это по купону, так бы ещё дороже было. Они подорожали, кстати, были 240, это уже после СВО. То есть после СВО они подорожали, они были по 200. После СВО они подорожали до 240. И вот сейчас, это прям только вот чай недавно, 250 стали стоить ещё дороже. Итого я взял два бопера по скидке. 400, поум, 40 рублей, что-то такое. Два соуса, один из которых вообще даже не открыл в итоге. А они 83 рубля за 2, то есть 40 рублей я выкинул. Я хотел бы вначале взять с собой, а потом забыл и не взял, выкинул. Вначале хотел взять с собой. Картошка большая и лифта 0,4. Бать, покажи, пожалуйста, часики пиздюли и поебало в нем. В камеру понюхаем. Я уже показывал, но могу ещё раз, блядь. Видите, как светится? Это цифры светятся, это, блядь, не какая-то подсветка с батарейки, с аккумулятора, это так они сделаны, что они, видите, как сильно отсвечивают. То есть свет, вот есть лампочки тусклые довольно таки, да? Какой калибр? Какой, блядь, калибр? Не знаю, может из-за погоды, может ещё что-то нет, бывает. С нищим интернетом, знаешь ли. И не такое может быть. И насколько они отсвечивают сильно. То есть вот сейчас они ловятся, свет, сейчас поймаю. Свет, сейчас поймаю. Ну вот так вот, вот видите, они засветились. И вот так, видите, как светится. То есть ты свет ловишь, и они охуенно светятся. Достижение. Короче, блядь, зашёл, там пизда, всё забито. Узнали меня ещё карлики. Да, кланяемся, кланяемся. Нормально праздновать не получилось, потому что как долбоёб сидел на холоде. Ну не прям холодно, но неприятно, блядь. Так я эту маечку выкладывал же к себе в ТГ. Фоточку. С метросексуальной маечкой. Он же её, когда карлики его засмеяли, он же её сменил. Снял, застеснялся. Так, вот здесь всё, я так понимаю. Документальное видео. Здравствуйте. Здравствуйте. Капрал. Ладно, разберёмся. До них пока очередь дойдёт. Так. Так, 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 так. Ну, делай. Так. Супергерой заработает. Чистят бутылкой, блядь. Бутылка вместо вантуза, вы вдумайтесь, карлики. Это патлотехнология. Вот патлач-нанотехнолог не по годам. Вы вдумайтесь только. Бутылка вместо вантуза, блядь. Ну, не гений ли? Вот вы у него спрашивали на стримах насчёт вот этой наноразработки? Бутылка вместо вантуза. Вантуз-бутылка. Надо запатентовать, я считаю. Ну, реально годно. Всегда под рукой. Влажный капрал, это не получается. В армию сходил, потерпел. Да, ну потлачь. Ну, а что ты делаешь-то? Ты горлышком туда? Нет. Надо наоборот горлышком, нет? Нет. Мы всегда такой-то делаем. Ну, не знаю, горлышком в королеве дождь. Дальше. Может, хватит съёмок? Хватит съёмки. Ай-яй-яй, бедная бабка, потлата, бедненький. Бл***ь, сколько терпения, бл***ь. В этом лице. Теперь понятно, почему он в варенье терпения перетерпел самого львёнка. Видите, где он закалялся? Вот, учитесь, бл***ь. Просто задушил немного, вот и всё. Вот это куплено. Не понял, нахуй. Вот чё они лезут к нам в нижний интернет, бл***ь. Сидите там с Шевцовым друг к другу насасывайте, бл***ь. Нахуй вы сюда лезете, бл***ь. К нашим львёнкам. И... Таракашкам. Сидите, бл***ь. Сёрфшарк, это VPN, кстати. Кстати, говорят, говёный. Довольно-таки. Купленов, скажи личико, не в чатай. Его сейчас рекламируют многие блогеры, просто я видел так у них в этих... В интеграциях так называемых. Не почитал отзывы, то не видитесь, карлики. Опа, Купленов показал личико. На, б***ь, ёб***ь. На, б***ь, ёб***ь. На, б***ь, бэкфист. Бэкфист. Ха, б***ь. Не напрягайся, Купляша, не напрягайся. Ха, б***ь, ёб***ь. Пробил фанеру, ёб***ь. Ну это, ребята, это, это, это залёт нахуй. Вот это, ванамаз. А это тебе за Купленово, нахуй. Всё, б***ь. Ибо нехер, на Купленово руки поднимай. Охуительные места. Я всё ещё остаюсь при своём мнении, что им здесь делать нечего. А мы здесь власть. Здесь главный потлач вообще. Главный потлач. О, ты всяким там хесусам. А если ещё сюда этипедии всякие начнут лезть, то ни к чему хорошему это не приведёт. Потлач в связи с не по годам по петличкам отличил. Представьте, как бы Ванечку попускали бы. Ну, кстати, я удивился, когда узнал, что не Фёдов служил. Ну, хотя не Фёдов, он такой, типа, шизик-алкаш. Кринжовый. Он, конечно, не ванамаз, да, у него и семья есть, типа. Хоть он тоже ёбнутый шизик, но тем не менее. Вот, а ванамаз, да, да ему бы тяжко было. Я думаю, его бы комиссовали. А может, он, кстати, откосил по дурке. Кто его знает? Может, у него диагноз какой-то. Вы что, знаете, что ли? Он же скрывает это всё. Он же не стропанит, за который всё рассказывал о себе. Ванятка, наоборот, умалчивает о себе многие факты. Там вообще же неизвестно, что у него за семья. Были ли у него родители. Хотя кто-то говорил, что он вроде бы воспитывался этими. Типа бабам и дедам. То есть родителей у него не было. Может, он вообще из детского дома. Может, он вообще приёмный, кстати. Хотя Абдули вроде говорили, что у него есть сестра. Но, в общем, там непонятно. Столько лет, вот, казалось бы, кто он. Реально известно очень немного о нём. Курсы тебе дома на дизайн не оплатить нахуй. Че турбит ёпта. Филиал, блядь. А меня банили за то, что я спал на стримах, блядь. Вот вам, пожалуйста, молодуха, вот, резко дёрнулась спина, у меня, когда начинаю болеть, у меня сразу спина болит. О, 800 рублей. Ничего себе. А как это я пропустил. Спасибо. Ты интересуешься айтичной тематикой? У тебя полно видосов по этой теме. Мог бы дать тебе сайтик с документацией и полными руководствами к различным языкам? Как ты относишься к угрозам в свой адрес? Никак не отношусь, мне похуй просто. Вот, а по поводу айтичной тематики, ну я же говорю, я много смотрю видосов по ремонтам компов, по системам там всяким, всякие там Хайко, ОС, даже Винда, ну, Линук, само собой, и так далее. По поводу языки программирования я как раз таки не смотрю. Я летом, помню, смотрел какие-то каналы там, типа, про тот же C++, и так далее. Ну, Вонятка же на плюсах, типа, кодил. Ну, хотя по тлаче говорит, что у Вонятки кот говёный вообще, типа, он говёный программист. Ну, не важно. Поэтому, ну, такой, да, технарь не по годам, но сам я не три стакана на насек вообще, и не стремлюсь пока что. Е. Глухов. Небо бараб и никукол. Терпение чату. Это название видоса, что ли, или чё? Не понимаю. Если заинтересуешься, то обращайся. Ну, окей, я запишу ролик какой-нибудь. На стриме скажу. Но пока что нет, я как-то не думаю об этом. Да и сейчас рынок три стакана насеков, он уже перенасыщен, уже поздно вкатываться, на самом деле. Сейчас уже столько тех джуниоров, что там... Ммм... Ммм... Писали. По уставу буйных отправляли чистить сортир, как потлачали бы дневальными на тумбу до месяца без норм с... Славя, развлекуха. Да по-всякому бывает. Есть же уставщина, а есть дедовщина. То есть две крайности. Но есть части в крутых городах. Вот типа как у нас была в Одессе, я знаю, под Одессой была часть крутая. Там было довольно немало свобод. Вот. В России это вот тоже там... В Подмосковье, например, там, я знаю, люди доставки заказывали себе. Это я знаю... Вот. Непосредственно людей, которые там служили, что... Даже бухло там удавалось уже под конец службы затащить. Поэтому... Вот. Ну, это Подмосковье там, конечно, да. В Балашхе. В Балашхе эта часть находилась. Вот. Поэтому везде по-всякому бывает. Но дедовщина тоже есть. Вот один чувак тоже служил. То... Как бы... На карликов слабохарактерных воздействовали в основном не физически, а психологически. Вот. То есть как на рядового кучу. Как-то так. А отпиздили одного, который постоянно косячил уже под конец службы в туалете. То есть в последний день... Ну, в последнюю ночь, в смысле. Загнали его в умывальник из-за всего терпения, которое из-за него было. Вот его отпиздошили. Ну, так не сильно. Потому что, чтобы следов не было. Ну, как обычно, там, знаете, да, по классике. Там по ушам, по почкам. Ну, как в милиции бьют. На блинчики с мясом целую в пупок. Спасибо. Вот. Как-то так, карлики. От чего от эпидуральной анестезии? Когда я рожала детей, я не... Вадике тоже доставку заказывал. Ну, вот. Вот. Но есть части с жестким уставом. Там, где ебут. Там, где вообще шаг влево, шаг вправо. Это тоже есть. То есть это зависит от того, куда попадешь. Сама рожала. Мне кололи в спину наркоз и резали меня. Я не участвовала в естественных ролях. Вот. Не, ну, вот это телка, да. Это формат Бонга Камса. Я вот вспоминаю 14-й год, когда я заходил на Бонгу. Смотрел там телок. Там очень много было из Венгрии, из Румынии. Почему-то вот именно из этих стран. Прям дохуище. Не знаю, процентов 70, наверное. Именно вот Венгрия, Румыния, Чехия, Германия. Очень много именно было. Из Вассажа тоже были. Но из Вассажа почему-то в основном были либо геи, либо пацан с девкой. Вдвоем именно. То есть что трахались на камеру. А вот именно одиночки, телки, были вот именно из Европы, из Европы и стран Евросоюза. Мне это тоже как-то странно показалось. Но неважно. Вот. В общем-то, да. И они вот в таких же нарядах стримили, так же вызывающие себя вели. Вот. И все там только за токены делается. То есть там токен кинули, хоп, сиську показалось, сиську закрыло. Потом опять токен кинули, опять она там повернулась и так далее. Поэтому. Хуй знает. Вот. И он к ней подрывает вольер. И они там сидят, влюбляются. Вебкам, да. Да, куда он там. Тянку нашел вебкамщицу в Тиндере, а съехали, живут душа в душ. Не, я бы с вебкамщицей не стал мутить, даже если бы никого не осталось бы на земле. Я бы лучше один остался, реально. Я очень боюсь, потому что они занимаются не пойми чем, занимаются эскортом, ебутся не пойми с кем за день. В общем, пизду. Что, как? Обои хорошие, да? Мне это вообще неизвестно. Так она и есть в Бонге, по-моему, Карлик Бэнна. Неудивительно. Я, кстати, умею гайки крутить. Какая, блин, хабалистая. Ну, на Бонге, да. Они там очень много борзых такие прям все. Я там, правда, ни слова не понимал. Они все говорили либо по-венгерски, либо по-польски, либо по-румынски. И, как бы, я там сидел просто глазами, клипал. Но я понимал, что они быкуют на додиков из чата, которые там тоже писали хуйню всякую. Мэдисон ее раскрутил. А сделайте рейд одним Карликом. Карликовый рейд. Кстати, да. Вот я был позавчера у Ванятки на стриме. Видел, как он рейдил вот этих баб из Беларуси. И он там спалил свой ник ванамаз3333 на Твиче. И этот же ванамаз3333 часто, да можно сказать практически постоянно, сидит у Эльзоньки в чате на Твиче. То есть это... Вдумайтесь, Карлики. Мне непонятно, что он там слушает. И зачем он это делает. Но это есть такое. Спросите у него как-нибудь тоже на стриме, зачем он... У нее в чате тайна сидит и молчит. То есть ему там... Пишешь, обращаешься, он молчит. Типа... Но при этом сидит под своим ником ванамаз3333, там 4 и 3 в конце. Это тот же ник, под которым он рейдит вот тёлок на Твиче. Тот же аккаунт. Вот так вот, Карлики, вдумайтесь, только вдумайтесь. Ну, он, конечно, скажет, что это был не я, это там... Выдумали. Это фейки. Хотя на Твиче нельзя зарегать аккаунт с одинаковым именем. Там запрещено. Там надо либо чёрточку ставить. А там именно 4 тройки. Я это сам видел. Рейд. Тоткнитесь и свалите отсюда. Карликовый рейд, блядь. Инфу о себе слушает. Да, она-то не таки много о нём говорит. Она там в основном в доту играет тоже. Либо фильмы смотрит. О нём я там пытаюсь что-нибудь выспросить. Я пишу вопросы всякие. Как-то вывести на эту тему пытаюсь. А так там всем похуй на него. Он типа зря время тратит. Там о нём очень мало на самом деле разговоров. Благодаря Бонго поднялась. Тебя ебать не должно, благодаря чему я здесь поднялась. Понятно? А ты не поднялся. Ни благодаря Бонго, ни благодаря своему уму, я не знаю, или там ещё какому-то таланту. Поэтому заткнись и сиди молча смотри. Либо обанься и уходи отсюда. А то сейчас я тебе расскажу. У вас дырка на оське, да? Да. У меня дырка на оське. Что-то громко. Две дырки ел. Слушайте, опять повтор дороже золота у меня играет. Ром, ну у тебя не должно вставать. Ты должен, наоборот, тут заступаться за меня, говорить, ааа, ты совестные гады. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На топтуши показываешь? Да, на топтуши показывай, на которых ты грызешь. Ха-ха-ха-ха. На топтуши показывает маленькая. Не хочешь, если на шею? Хочу. Терпи этот распутный распутный. Ха-ха-ха-ха. Да. Но чуть-чуть. И вообще знаете, что это означает? Так уж и быть, я обращу внимание на на, сука, на зойливых подписчиков этого чела. Что это за чел? Во что он играет? А что он вообще захочет от меня? Ха-ха-ха-ха-ха. Эх. Она поднялась благодаря Бонго, вонючь теперь поднимается, разве что благодаря Республике Конго. А что с Бонги? Да нас с Бонги навряд ли Твич пойдут смотреть. На Бонге там своя аудитория. Хорошо, что он от меня хочет? Они могут рестримить на две платформы. И на Бонгу, и на Твич. Потому что на Бонге есть люди, которые просто сидят в топиках, играют в Overwatch, например, или в Доту. Ну, я пару лет назад заходил на Бонгу, смотрел, что там изменилось. И, ну, там немало одетых тёлок сидело. Если в 14-м году, я помню, там большинство сидело изначально полуголыми, то сейчас там очень много одетых было. Ну, два года назад. Вот. Как-то так. Я вам понравилась. Он хочет со мной совместный стрим или что? У меня драцена. Ребят, никто не хочет задонатить мне на... Да Бонга это прошлый век, реально. Это, ну, хуйня, на мой взгляд. Просто хуйня. Проще OnlyFans раскрутить там, или Fensly или другую платформу. Патреон. Это всё раскручивается там за 300-400 долларов через Инсту. Очень легко. Реклама вынести недорогая. И через Инсту они туда нагоняют трафик. И всё. И так постепенно набирают аудиторию додиков. А потом Твич можно зарегать. Да это всё легко делается, карлики, поверьте. Было бы желание, было бы, была бы ОЖП, которая хочет на этом зарабатывать. Ну, с хорошей внешкой выше среднего желательно. А так. Бонга это прошлый век. На пиццу 700 рублей. Пока вы тут. Давайте мы проверим вашего маслакова. Может, вы сегодня захочете заданатить на пиццу, чтобы я поняла, насколько он... А не, на Бонге как раз таки не изи мод, они там терпят пиздец. Серьезем. Пламенный привет из Казахстана. Казахстан, привет. Да не, ниже среднего не схавают на фонлике, там конкуренция высокая уже. Это в году 19-20 можно было. Не знаю, кто её жирной называет, она вполне норм. Да не жирная, но кто говорит, что она жирная. Какая нахуй пицца сало с лица смой, иди мамке своей смой вонючную. Так вот именно, зачем нужна Бонга, если есть Твич? Я вот говорил много раз, что типа, если бы я был тёлкой, я по своей душевной организации и психической, и психологической, я бы не смог создать онлик, я бы пошёл на Твич, разводил бы там симпиков на доллары. Вот и всё. Это очень лёгкий путь. Зрители очень легко там можно зарабатывать, если у тебя внешка средненькая есть, то всё. Через полгода у тебя сотка будет, донаты тоже будут, поэтому смысл оголяться, если есть Твич. Вот и всё. Ну да, на Твиче надо чуть больше времени там и так далее. Надо стримить, надо что-то рассказывать, а на онлике просто выкладываешь там фоточки, да, нищие и всё. И приватные реквесты выполняешь за доллары. Ну, онлик это всё-таки определённое уже такое мироощущение немного другое, чем у обычного человека должно быть. это, не торговля собой на дороге, но уже близко к этому. Вот, поэтому тут нужна уже определённая организация. спонсора Олег Тиньков, исполнителей, ты всех знаешь, охуенно, ребята, молодцы. Донат интересные предложения от Папека Флагшир и Жень за минимальное время. Ну, это есть и на онлике и на Твиче, чувак. Вот это то, что ты написал, это там, и там, и там есть. Так, спасибо, Женечка. Ты думаешь, что будь у тебя деньги, ты бы не парился только потому, что у тебя их нет? Когда покупаешь секс за деньги, это не дает такого удовлетворения, как мимолетная близость со страстью, хоть и на раз. Чего? А, ты об этом, о биопроблемах, да нет. Меня-то это и так не парит, у меня-то все уже отвалилось давно. От гангрена, все дела, но я имею ввиду, будь я биопроблемником, да, если бы у меня прям были такие биопотуги, я бы просто эскортниц снимал, да и все. Блин, надоели, ну что это за фигня, ну скажите, а? Ну как от них избавиться? Не разрешать рейды делать или что? Как? Просто достали уже, реально, со своими тупорылыми сообщениями, причем реально не прикольно, ну вот реально не прикольно, не смешно, просто вот дичь, дичь, дичь. Такая распеха, ну настолько скучно, а настолько неинтересно проявить... Каноническая распеха, ёпт. Ой, да, 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 прояви это распеха благосклонное отношение к нему, он бы так не быковал на нее. Да, беспредел, заколебали уже меня эти просто, блин, не знаю, как это назвать. Какой у него хоть онлайн сейчас, посмотрите, кто это вообще? Или он тут тоже пишет что-то? Увеличит молодрость. Маслаков на блюдах. Маслаков на блюдах. Да мне пофигу, маслаков, скинь мне на пиццу бабла, и тогда я на тебя обращусь. А-а-а-а, курсы те дома на дизайн не оплатить, но... Курсы, блядь. Маслодизайн. Здесь обычные, а здесь вот такие. Так, это же шпачиха, курсы, по-моему, хотела оплатить, да? На курсы, типа, она деньги собирала. Что-то я такое помню, да? Здравствуй, как-то случайно на тебя наткнулся, Савенок Фистайблядского отвечала, хотелось спасибо сказать за то, что просвечаешь ебучих симпов и неудачников вопроса, где найти хорошую девушку. Блядь. Чувак, я не буду отвечать на этот вопрос, не потому, что я ЧСВ или еще что-то, я просто не хочу вводить людей в заблуждение, потому что ты задал этот вопрос тому, кто взаимодействует исключительно с правой рукой уже более двух лет. Поэтому, мне кажется, я некомпетентен в данных вопросах. Понимаешь? Я, конечно, мог бы пиздеть всем и рассказывать, что, типа, я там гига-альфач, но я, как бы, это не люблю, какая разница? Типа, что там обо мне думают школьники? Я и сам знаю, типа, какой я человек. Да. Мне особо скрывать нечего, поэтому, как бы, это не ко мне с такими вопросами, я не знаю. Типа, если у тебя такие вопросы возникают, у меня одно лекарство, просто хуй забей и все. Реально. Сама появится, главное сидеть дома и стиралку выкинуть. Точно. 800 рублей, кланяемся. Спасибо. Если я трап, хочу создать онлик, просто потому, что мне нравится краситься, охуенно одеваться по внешке, вроде ничего, тут и осудил бы, причем не ради заработка, я и так на нищей работе норм получу. Блять. Второй трап за сегодня, карлики, вы че, меня в какой-то трансгруппе прорекламировали, что ли, или че, я рекламу не покупал никакую. Причем здесь я, я вообще никого не осуждаю, я даже не осуждаю тех, кто на дороге с собой торгует, понимаешь. Спасибо за терпение, когда новый потик базы. Ну, скоро спасибо, скоро. Потерпите. Так вот, понимаешь, кого-то осуждать, там, ненавидеть, презирать, ну, это бред. Надо сконцентрироваться на себе, на окружающем. То, что окружает лично тебя. А вот, кого-то там осуждать за то, что они торгуют телом, да, мне похуй. Ну, реально. Такая мне разница. Но это, это вот в основном вот этими вопросами задаются люди с юношеским максимализмом. Либо в подростковом возрасте, либо у кого он не прошел. Там, в 40, в 30 лет, в 50, да, которые уходят, там, трясутся от ненависти. Что, например, там, 18-летние тёлки ебутся там с дедами какими-нибудь на курортах и работают эскортницами. Ну, и чё? Ну, человек ищет всегда там, где лучше и проще, чтобы лучше приспособиться. Всё. А какие-то там вопросы экзистенциальные и вопросы нравственности от не ко мне. Это он к попам сходить, а они это лучше знают. У меня дома красиво. Так, ладно, карлики, всё, пизду. Пойду я, пойду я, карлики, спать. Никогда. я же не твоя мамка, которая дома. На РСП всяких это, время утилизировать. Всё, спать пиздец хочу. Всё, пойду посплю, хуй знает, сколько там, блядь. Посплю. Сами понежу. Понятно, зарейдил эскортницу и спать. Многие задаются вопросом, какой же ориентации Елизавета Нерет? И сегодня я проведу журналистское... Сука, блядь! Ну, короче, расследование, нахуй! Я постоянно вижу в комментах у Лиски или же Васки типа какой-то ориентации, но на эту тему она либо отшучивается, либо говорит, чтобы они не лезли в её жизнь, потому что она не хочет отвечать на этот вопрос. Да, хорошо, если ты не хочешь отвечать на этот вопрос, тогда какого хуя ты постоянно шутишь на эту тему, блядь? Ну, как бы, люди начинают задаваться вопросом, какой же она ориентация, если она так часто шутит на эту тему. Допустим, вот в 2015-м... Да по ней видно, что она нетрадиционная. Я ещё до рекламы выборов, когда она была популярной, Спонсора, Олег Тиньков, исполнителей, ты всех знаешь, охуенно, ребята, молодцы! А цене ретро вейв от моей милой. Какой милой? Правой руки, что ли? Так, я не робот. Транспорт, не засобы. Тю, сука, чё я там неправильно показал? Чё, охуел, что ли, блядь? Робот ёбаный. Он чё думает, что он умнее меня, что ли, блядь? Блядь. Так, сколько ты там закинул? 300 рублей, 4, 5, 6, 7, 8 минут. Кланяемся. Автомобиль! мразоводство. В ребусы играем, карлики. терпим. Так, но я не вижу здесь больше гидрантов. Не, оно, короче, заглючило, не работает. терпим. Так. Так, продолжаем. Мы в 2016-м, у неё что-то там спасили, я не помню ничего. И она ответила, что ей нравятся девушки. Так, давайте ещё раз вот здесь попробуем. Так, автомобили. так, вот автомобиль я вижу. Так, но я больше не вижу. Не, не хочет, видите. блядь. Блядь. Не. Ну, это битые ссылки какие-то вы скинули, блядь, что оно ругается. всё, что могу сказать. Так. Где мы были-то? Вот здесь. Ну, как-то, хорошо. Сейчас она тоже постоянно шутит про лесбиянство. Если вам мало этого факта, то второй факт здорово, души тебе за контент. Всем биокарликам привет, остальным соболезную. Тот, кто создал вот эту капчу, будет гореть в аду. Факт. Раньше у неё на стене сзади висел ЛГБТ-флаг. Она отвечала то, что ну, просто висит и всё ей нравится. Но понимаете, если у человека есть какая-то вещь, то она должна для... Уже жабовов набор ладер. У него что-то значит. Если бы этот флаг просто не нравился, то, как бы, вряд ли бы он висел, тем более на самом видном месте. Наверняка он что-то для неё значит. Ещё у неё есть ЛГБТ-бразделик, который даже видно сейчас. Всё работает. Если у человека есть какая-то вещь, то она должна для него что-то значить. Если бы этот флаг просто не нравился, то, как бы, вряд ли бы он висел, тем более... Так вот. По этой так называемой Лиске было видно всегда, что она, так сказать, нетрадиционная. У неё повадки такие были, мужиковатые лицо и не красилась она, и носила мужиковатую одежду. Тричат в СЖ-3. Да-да-да. Чё, вы уже пользовались вот этой нейросеткой новой? Как она там называется? Я уже забыл. Дипломы написали. Какой же ты тупой просто пиздец. Усроинство головного мозга. пруфани. Я на самом видном месте. Наверняка он что-то для неё значит. Ещё у неё есть ЛГБТ-браслетик, который даже видно сейчас в клипе интроверт. Это у неё Apple Watch, я так понимаю. этот браслетик у неё с того же года, когда висел флаг. Опять неубедительно. Хорошо. Ну, очевидно же, она шутит, как мужик. Я не пытаюсь сюда приписать стереотипы, но, типа, да, возможно. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Типа, скорее всего, она от Юлика, Акашина и Хована набралась таких шуток. Возможно? Возможно. Но можно ещё учесть тот факт, что она одевается. Ну, не так, как девушки. А Купленов с капчу с первого раза проходит. Ну, давайте ещё раз попробуем. Хорошо. Допустим, я не робот. Вот, пешеходный переход. Так. Ну, это для общественного транспорта, я так понимаю. мотоцикл. Ну, не проходит она, видите? Заглючила страницу. Горы пригорье. Ну, вот. Вот. Не работает. Всё, короче, бесполезно. Так. Окей, следующая. После её видео крутые бабоньки в интернете в инстасторис начался срач между этими бабоньками. Типа, кто же её девушка? Одна говорила, что Лизка её девушка, другая говорила, что Лизка её девушка, и третья говорила, что Лизка её девушка. Лиза, понимаешь, что она уже сказала? Короче, знаете, что это значит? О, это ещё те времена, когда Никсель Пиксель была популярной. Я не знаю, почему Ника сказала, что она встречается с Лизой, ведь с Лизой встречаюсь я. Что за херня? Привет, Ань. И на это, пожалуйста. Ой, неудобно. О, Пиксель ещё работала, вдумайтесь. Чё тут пояснять? Капча 8, хоховер 0. Ну да, ну да. Это надо унтерам, программистам из Индии, которые вот эту хуйню программируют там в Гугле. Вот им надо с пилой заявиться в офис за эту капчу ебанную, которая не проходит. У меня такое часто бывает, что вот аккаунт требует подтвердить, меня выкидывают из аккаунта и пишут, что подтвердите личность, типа, хотя я ничего не делал вообще. Типа, им кажется, какая-то подозрительная активность постоянно, я не знаю. Ой, короче, да. Ну гугл, так, контора пидорасов. Вот. Я бы на твоем месте была бы поосторожнее, ведь я могу уничтожить тебя, наверное, все. Я не знаю, хер ли вы там развели, но, по-моему, даже самый последний школьник в интернете. О, это же вот вебкамщица тоже. Это знаешь, что с Лизой встречаюсь я. Да, как бы это может ничего не значить, потому что, ну, рофл, опять же, все дела. Но если собрать все эти рофлы в одну кучу, то как бы дохрена рофлов, по-моему, ребят. Хорошо, вам этого мало? Последняя, сука, сама горячая. Она даже тусуется с ЛГБТшными чуваками, как Миша. Если вы до сих пор не видите очевидного, значит, вы действительно тупой. Просто соберите все эти факты, которые я перечислила в одну кучу, и вы все поймете. Спасибо, Слейф. Ребят, все будет ясно. Да, может, она и не лесбиянка, но она по-любому представительница ЛГБТ. Я вам отвечаю. Это или же бисексуалка, ну, либо же она просто чувствует себя в душе мужчиной. Они могут блокировать, если ты много ставишь лайков. Кстати, я подозреваю, что меня выкидывает из аккаунта и просит подтвердить личность из-за того, что я лайки ставлю всегда и комменты пишу. Типа, если слишком часто это делаешь, она думает, что ты робот, ну, или бот, и просит тебя подтвердить личность. Это вот 100% вам говорю. Некоторым даже аккаунты за такое блокировали. Вы вдумайтесь, заблокируют аккаунт мне за то, что я ставлю лайки и пишу комменты. Ну, это просто пиздец, блядь. Ну, например, я, конечно, в это не верю. Это раньше было такое, там, года 4 назад, но это было. Такое. Что их, ебаная нейросеть на автомате вот так вот каналы отлетали. Так, сейчас, секундочку, карлики. Так, блядь. Угу. Хороший видос. Потому что в каком-то из интервью у нее спросили, если бы ты стала президентом России, первым делом, что бы ты изменила? Она ответила, что первым делом она изменила бы пол. В общем, как-то так. Если вам понравилось видео данного формата, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал и покажите это видео вашим друзьям, которые до сих пор утверждают, что лиска натуралка или до сих пор не убедились в том, что она лесбиянка и, блядь, пишут ей в комментариях «Ты что, лесбиянка? Ты что, ты что?» Ну, по ней видно, блин, что она мужиковатая, ну, как и по Земфире видно, блин, и по прочим этим представительницам. Видимо, авторы решили забить на весь негатив, а поэтому Урган должен зарядить нас новогодним настроением. Ведь именно в этом суть фильмов «Ёлки». Кинокомпания «Базилевс» решила подарить людям новогоднее настроение и снять продолжение фильма «Ёлки». Авторы восьмой части обещали зрителям сохранить уже полюбившуюся добрую атмосферу праздника. Если сейчас новогоднего настроения нет, говорят создатели картины, оно обязательно появится. Простите, а у вас были ситуации, когда вы себя не ценили? Самое в этой ситуации обидное, когда ты понимаешь, что ни одному человеку ты больше не нужен. Я так и думал, что это этот момент будет, блядь. Ну, карлики. Ни одного человеку ты больше не нужен. Больше не нужен. И никуда драма Урганта в фильме не приведет. Видимо, это кино для думеров, а не новогодняя комедия. умные умные не по годам. Инструктор по вождению любит жизнь. А, я это видел. Сейчас дед будет хуйню чудить. Нас отпустит, дурак! Нас отпустит! Витя, ну ты что, блядь! Витя, цепляй, нажми! Витя, рулить надо, Витя! Блядь, куда? Молодец, Витя, молодец! Рулить надо, рулить. Потихоньку жми! Че делаешь? Витя, сначала цепление нажимай, а то скорость включай, а потом уж газ! Витя! Да, раз, давай! Молодец, молодец, ты ветер, блядь, так, блядь, долг подедет. Цепление! Газ! Да? Газ, давай! Поворачивай, 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 Газ, потихоньку шли блядь! Раз, чуть-чуть отпусти, его подход, блядь! Ну-ка, р... лих, блядь... Отпусти, придурня, блядь! Отпусти, да? Да, потихоньку шли! Да, потихоньку! Блядь, потихоньку, придурня! Отпусти нас! Да, запусти, придурня! Витя! Витя убьёшь на меня даму! Чё я не помню? Потихоньку жми гаста, придурок! Потихоньку жми Витя, потихонечку, убьёшь на меня даму! Вот так! Потихоньку жми, потихоньку! Потихоньку жми, потихоньку! Ой, Витя! Не-не-не, это что такое? Не-не-не, это страшно! Он рулил, рулил, он вообще не рулил! Кого-то коня объезжаешь давай! Это я рулил, но я вообще не рулил! Кого-то коня объезжаешь! Сам ты хуй с ним погибли, мать Европа! Погиб, блядь! Человек шума! Газ сильно не газует! Потихоньку нажимай газ, когда поедете, тронетесь, понимаешь? А ты, блядь, газ пол не давай! Ты, потому что это, рулить ты, блядь, не умеешь, нихуя! Нажимай цепление, цепление, раз не нажимай, блядь! Отпустите, я же, блядь! Раскод вас вытащи, когда ты ведёшься! Давай, доводи! Нажимай цепление! Цепление отпускаю! Цепление нажать, чтоб скорость включить! Вот, где газ? Блядь! Ты, мальчик, хорош! Уже, как улитый! А здесь я любовью не нужна! Ну, это, походу, хоть и корыто, но не настолько убитое, как было, когда я сдавал на нищие эти права! Там был какой-то ТАСС убитый! Что обсуждали на форуме свободных народов России! Так вот! Что там нужно было сначала газовать! Слегка! Перед тем, как завестись, иначе это говнище не заводилось! Потому что, ну... Что-то там, видимо, было поломано! В этой нищей машине! И, в общем, нужно было её заводить! Довольно необычным способом! Это было топ-терпение, Карлик! И она ещё рулилась таким образом, что её уводило влево! Слегка! Нужно было отруливать вправо! Я, в общем, очень боялся на этой машине ездить! Ну, затерпел, как понимаете! Ну, как обычно, как обычно, Карлики! Ну, а чё? Права же надо получить! Правильно? Терпим! А тебе трогайся! Сказано! Пошёл! Нажимай! Бля-т... Я, ебу, она не дышит! Пошёл! Витя! Рули, Витя! Рули, Витя! Туда, бля-туда! Ты мне сказать, ну, не будем дышать! Это была не иномарка! Это была... Девятка! ...бля-т! Причём советского ещё производства, убитое вообще в хлам. Привет, помнишь меня, ты хотел купить мои ношеные трусики, но я тебе отказал, а просто вспоминай это, когда в следующий раз будешь говорить, что моя внешность 0 из 10. Да-да-да-да-да-да, шутники ебаные, млядь, про фонни, а так да, шпек 0 из 10, по-прежнему так считаю, буряточка. Правильно! Хатапач, давай! Цой на москвиче был 2141, он похож на эту девятку. Но это другое. Молодец! 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 Брызгать не надо, поводачиваю, вот, руль назад! Руль, да-о-о! Куда прёшь ты, бля-о-о! Витя, пусти руль, я-о-о! Куда ты, бля-о-о! ну не повредились не повредились видео не повредились исправился так сказать с управления да уж карлики гений аналитиков а на массу внешности женщинах и парни потянем дизлайки нихуя си карлик оба башку по мол да страна победившего в барабство все баба рабы щас ой один вот батя не баба раб не сломил систему батя об колено ломал такие системы баба рабский на баба рабская вселенная почему так запрограммировали да что мужикам нужна вот но я в прямом смысле да а челкам хуй не нужен ну это так по моему хует более прикольная как бы не гей но я имею ввиду что дырка да ахуя такая макаронина который может там вставать залупляться там интересный инструмент а пиздает просто почему как сделать для настройки такие бог так запрограммировал по ебанутому абсолютно несправедливо вообще что я наоборот все должно быть телки должны хуй хотеть мечтать о нем а мы им не давать вот так вот вот так вот фонд разуме монетка каждый знает разуместь кто умен и маслянист и друзья пожалуйста не твои друзья я алиса и это придумали какую-то хуйню да почему так запрограммировано я раньше такой тоже в детстве еще думал но не в детстве я почему от ноги такой телок типа нравится но это же просто инструмент для ходьбы тип ноги до ноги и мужиков есть они чуть другой формы но реально форма другая но блять это же просто ноги ноги для того чтобы просто ходить по блять по земле на я думаю я думал что лучше сиськи или ноги типа важнее меня кстати слышал в какой-то передачи научно что типа приматом очень нравится типа длинные ноги у обезьян вот то есть и по людям передалось вот это что типа мужики тоже обращать внимание именно на ноги из-за этого что это типа обезьяне инстинкта остались ну хуй знает но я тоже на ноги обращаю внимание да вот бедра типа талия то есть мы видим отдали обезьяне инстинкты дают знать шефцову тоже длинные ноги нравятся не мне длинные вот кстати не нравится там что были там как уж по чел и да это не ну и 140 сантиметров тоже не надо типа сиски хотя бы но никто же как бы функции типа есть но и хотя бы прячут и в этом интерес посмотреть что их прячут да всегда интересно посмотреть то что прячут а то что не прячет уже менее интересно вроде ноги тоже штырит но блять ноги это просто хуйня для ходьбы ну как бы сиски тоже конечно хуйня для блять молока выдавание для молока выдавания как бы сиски тоже конечно хуйня для блять молока выдавания хотя бы прячут но от кого-то и не прячет наоборот выставляет и мять их приятнее хоть я и не мял чем ноги да ноги это мышцы там мять ну можно тоже пощупать но это мышца блять по сути мышца в этом плане уж она и у мужика я не должна отличаться баба не мял да так сказать но блять они зато уста ты лопал в петергофе с точки зрения мять да они одинаково должны мышцы но есть она не напряжена вот то есть а ноги они у мужиков есть в чем ценности бабских ног ну они там чуть другой формы они там может не волосатый хотя мужик тоже может побрить они несколько же другие но да ладно ванамас чё думать чтобы ноги не волосатые от природы что ли или чего ну-ка еще раз а ноги они и мужиков есть в чем ценности бабских ног ну они там чуть другой формы они там может не волосатый хотя мужик тоже может побрить они несколько же другие но Просто у некоторых баб светлые волосы На ногах, они их не бреют Это правда Ну а так-то Они же шугаринг делают Блядь, по сути все равно тоже ноги, коленка Там, икра А сиськи это же не мышцы Это насколько Мне рассказывали Сами Девки, что это жир На самом деле, внутри Несколько другие Да и у некоторых баб Ноги как у мужиков И бывает несексуальные ноги Потому что да Мы говорим про хорошие ноги, про крутые ноги У которых мало, кстати У Карина Шпак, кстати, хорошие Я когда шел, смотрел Блин, еще и краткая здоровая Вот А много баб Да, ну дохуя, собственно говоря Ну я уж не Так он свои, наверное, мял Говорю, там толстые Нет, даже просто Обычно, если средние Говорили Много же, бля Но ноги там Безвыраженные икры, например Ну это и мужиков так бывает Но мы же говорим про красоту Когда икры нет нормальной Она идет как Треугольничком, как пирамида И нету вот икры Вот такой, ну Выпуклости Да, прям вот Как пирамидка, блядь, идет Например Ну и разные ноги Уж не будем обсуждать Но я имею в виду, блядь, ноги Это просто хуйня для... Я вот думал тогда В подростковом основном А что лучше, я так подумал Блядь, ну ноги хуйня для ходьбы А сиськи хоть прячь Но потом подумал Блядь, ну ноги с другой стороны Нравятся, блядь Непонятно, да А я думал еще вот Кожа нежнее, да А на самом деле Чем отличается, например Красивый человек От некрасивого, да Ну мы не будем говорить Там, например, толстый Там понятно Толстый он толще, да А вот, например, два примерно одинаковых И, например, даже, можно сказать Мужчина и женщина А ведь вся красота Ну практически вся Но очень большая часть Обусловлена вообще кожей Если кожу с человека содрать Ой, бля Что с мужика, что с бабы Это будет ужасная кровавая хуйня Да, такая ужасная вообще И под кожей мы все такие ужасные Вот мы с кожей Ну там же мышцы, по-моему, под кожей На лице там Ну и есть же модельки, кстати В кунсткамере там и так далее Где показано, типа, тело без кожи Сидим, да, такие Ой, ну он гениально, конечно, рассказывает Конечно, блин А если все поотпиливать Так вообще ничего не надо И все тогда некрасиво А ты терпишь? Конечно, терплю Терплю, а куда мы? Все в одной лодочке плывем В терпильной Зачем ему женский титя Мять он может свои пивные мять У него от пива гинекомастия Они висят Вроде состоит из железистой ткани и жира Ну да Красивые более-менее, да Но если кожу с каждого содрать Это же будет ужас И вот если взять красивую бабу И стрёмную бабу Ну примерно, например, одинаковые фигуры Примерно, да То есть не толстые куда А примерно одинаковые Не важно, там одна мышечка И с них с обоих содрать кожу Да, там будет одна и та же хуйня Там будет кровь Ну даже если кровь не закапает Да, там может Да, понять, что с кривого рога Ну он маленький Сопротивляется и пишет там везде Что он не с кривого рога с Москвы Это скорее всего, он и пишет там На 2 ч, блядь След ложный На ложный след как бы Специально накидывает, блядь То есть известно же, есть фотка Где он давно ещё говорил Что он есть на ней Там три тела Это была сходка Какой-то блогерши, стримерши Забыл какой Миры, миры То ли Ариниан, блядь То ли кто-то там Миры А, или это даже Карина стримерша, блядь И типа он говорил Это давно причём было Что он на ней присутствует Видели эту фотку? Ну, вы понимаете Всё тайное всегда становится явным Вспоминаем того же Вольного Помните, как Вольнов прятался И в итоге его вскрыли Причём вначале это говорили Что это может он, не он Но он типа толстым оказался Да, и говорили Это он, не он Ну и потом, конечно, казалось Что это он А он же тоже шухерился Прятался там Скрывался И этот, как его Самары, блядь Всё время забываю Ну, рэпер, блядь Этот, пиздец Наебал его, помню А так всё время Ну, которым Дети Монг Всё время ходил Вот этот, вот этот В маске Блядь Как его, блядь Так, секунду Выключай у меня встал Молоковыдача Сегодня на 17.00 По талончикам Да, сейчас потерпим Сейчас аналитика Ну, не Валакас Но и Валакас В том числе Самары много Валакас, кстати, не прятался же Он же сам себя полил Так сказать Подозрительно Я-то тоже В некотором Вольного тёлка спалила По-моему Какая-то там бывшая Чё-то такое Ну, короче Слили его Биг Рашин, да Ну, это же Сто раз я говорил Биг Рашин Босс В километре от меня Жил Где вот я в Самаре жил Он в километре от меня Жил Ладно, похуй Короче Не знаю Это вонятком отчасти Ну, там будут Эти ужасные мышцы Да Эти Органы Кости Это ужас, да И мы И на самом Мы и есть этот ужас Но мы Если из купленного Кожу содрать Он всё равно будет красивым Точно Этот ужас скрытый Под кожей Просто Под Весь этот ужас Он есть Мы Все этот ужас Но это скрыто Под кожей Блять И получается Красивый человек От стрёмного Отличается Просто Ну, он Конечно Каким-то же элементом Отличается Но в первую очередь Кожей Блять Потому что если Блять Из того Из другого Кожу Содрать Они оба будут Одинаково ужасны Правильно И получается У нас всё Просто в мозге Запрограммировано Просто запрограммировано Что если Кожу содрать Для нас Будет ужас Потому что Мы Ой, блять Себя это будем Проецировать И это страшно А если Кожа есть То Мы сразу О, это Тёлка красивая А это Некрасивая А под кожей Они все Одинаковые Ну, я этот видос Скачаю Да, кстати Интересно Он тут Рассказывает Мыслишки Так Скачаем Кровь, кишки Печень Там Сердце Ужас Да, мышцы Вот это всё Ужас Да И только Красивая шкура Недаром Слово Ну, а это Наверное Тут, конечно Ты думаешь Ну, шкура Да Что Красивая шкура А внутри Как бы Кровь, кишки Понимаете Ну Понимаете То есть Люди внутри Они вообще Мало отличаются Ну, какие-то Конечно Отличия есть Но, например, мышцы Бицепс Да Ну, у кого-то Он чуть больше Бицепс Именно внутри Но это неприятно Нам приятно Это просто Вот так Психология Запрограммирована Что с кожей Красиво Ну, и, соответственно Очень сильно От кожи зависит Так Бог же Создал у людей По образу И подобию Своему Королёвский Психопат Что-то на уровне Задурно Что под тряпками Арийской Своей Это Первостепенно Всё остальное Оно меньше Блядь Потому что Ну, если содрать Кожу То Что там Остальное Это будет А я не понимаю К чему он Вот это говорит Что А вот Если содрать Кожу Типа люди Вот даже Когда Получают Травмы Например Ожоги То делают Операции С целью Восстановить Как раз таки Кожаный покров Никто же С открытыми мышцами Не живёт Вот То есть Все пытаются Восстановить Кожаный покров Там С жопы Берут Кожу Ещё Там С боков Вот Пришивают Ну Чтобы она Прижилась Ещё Да Он меня Тогда ещё Не знал Ну Знал Но Не хейтил Маньяк С фимоза С фимоза С фимоза Блять Выдай базу По успешному старту Раскрутки На твиче Второй размер груди Внешка 5 из 10 Ну и Пол Женщина Вот Всё тебе И говорить Что ты одинокая Няша Стесняша Ну ещё Желательно Чтобы вебка Была хорошая И Фигура Неплохая Чтобы не стеснялась Жопой потрясти Ну всё Через Три месяца Сто зрителей Бери на вооружение Вот такие Вот такая вот Аналитика Карлики А забыл Обязательно Соцсетки вести Инсту Телеграм ВК Вот Вот так Всё на шкуру Блять Завязано Ну и Собственно Да Когда есть Угри Какие-нибудь Почему Все Там Комплексуют Угри По той же Причине Блять Что Об этом Мало кто Кстати Говорит Ну да Говорят Там Мухаш Можно и Миссиси Побыть Чтоб Сто Зрилов Собрать Слишком Много Об этом Знаешь Опыт Был В чём Опыт Был Не понял В раскрутке На твиче На твиче Ммм Душка Может Не хватит Поедет Все эти Последние События И всё Расчехлит Пилы Так сказать Да Не 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 Инста Запрещено В России А чё Её ведут Тогда Всякие Бузовы Шмузовы И так Далее Ничего Там Как бы Как телеграмм Блин Я не умру В туалете Блокировка Ютуба Да не Рано Рано Я говорил Осень Не раньше Надо подготовить Базу Серваки Там Инфраструктуру Чтобы Был сервис Который Будет Без Примодерации Ролики Публиковать Этого Пока что Нету Видео Вконтакте Тоже Не смогут Удовлетворить Потребность Поэтому Надо Ещё Хотя бы Полгода Год Без Смены Пола Не обойтись Выдай Баз Для Начинающего Стримера Харизматичного Карлика Никакой Базы Нет Чувак Будешь Сидеть Годами С десятью Зрителями В лучшем Случай Может быть Подвернётся Какой-нибудь Неплохой Донатер Если повезёт Я тебе Как бы Правду Говорю Без Выдумок Мне курсы Продавать Не надо По раскрутке Поэтому Говорю тебе Как есть Как человек Который Сам этим Занимался И видел Как другие Люди Развивались Параллельно Со мной И Те Которые Начинались Со мной Но сейчас На заводике Работают Ничего У них На твиче Не получилось Потому что Такие же Карлики Обыкновенные А так 6-7 лет назад Надо было Просто хорошо Играть В игре Тащить в какой-то И можно было Заработать Зрителей Но это был 14-15 год А сейчас Всё уже Твич Сейчас Это В топе Сидят Просто проекты Рекламных Агентств В которых Просто Вливают Бабки И они Отрабатывают Трафик С помощью Казино Рекламы Всяких Сомнительных Структур Наркошопов И прочих Осудительных Вещей Вот Всё Спонсора Олег Тиньков Исполнителей Ты всех знаешь Охуенно Ребята Молодцы Трафик В основном Детский Здорово Маленький Слыхал Про терроризм В салониках От Миссиси То что Он там Якобы Заминировал Эти Аэропорты Ну Слышал Слышал Ну Я не Удивлён Сделай Минуту Славы Моему Другу Карлику Ну Надо Потерпеть Опять Какая-то Ссылка С подъёбкой Так Сколько Там Так Вано Чикатило Чак Хуило Аудировая Австриец Голубых Кровей Нет Я не Австриец Мне чужих Регалий Не надо Австриец У нас Только Львёнок Так Нет У некоторых По несколько Аккаунтов На донейшн Ладят Чувак Они же Всё учитывают Статистику У меня Например Штук 5 Наверное Было Я вот Уже Стрим Лес 7 8 Даже Вот у меня 5 А то и 6 Поменялось Аккаунтов Потому что Что-то мне Блокировали Что-то там Ещё Какие-то Проблемы Были И вот Поэтому Нет Это не так Работает Они там Тоже В статистике Врут 100% Преувеличивая Если подумать Кожа Это чуть ли Блядь Не самая Не самая Топ вещь В некотором Вроде Мне кажется Даже если человек Будет уродливым Но с ухуенной Кожей Он будет Не таким уж Уродливым Ну да Если у человека Кривой нос Нет зубов Но кожа Да Зарешает Вообще Я смотрел Ролик Физиогномиста Который Говорил Что люди Обращают Внимание Именно На вот эту Зону Типа Глаза И именно Нос То есть Вот это Самая важная Зона Даже не Рот Подбородок А именно Нос Вот Карлики Поэтому тут Почему-то Теория С челюхами Не работает Что типа Челюсть Там А именно Вот Типа Лице Вот это Это зона А на Фимозе Почет В первую очередь Ай Да Фимоз Это Во мне Это Так Четыре Минуты Меня Месяц Не было На этом Канале Такие Прерывы На ютубе Крайне Нежелательны За этот Месяц Произошло Три События Крыбы Я хотел С вами Обсудить Но Сперва Учитывая Что YouTube Это Очень Быстро Развивающаяся Платформа За месяц Аудитория Забыть Кто-то Такой Как Оказалось У них Подписка Поэтому Давайте Я Представлюсь Меня зовут Алексей Шевцов И я Не уважаю Подписчиков Месяцами Не снимая Ролики Серьезно Чуваки Какое-то Запредельное Количество Игр Вышло В сентябре И причем Не просто Сидел Играл Обзоры Снимал Какие-то Мнения Монтировал Мы Про Логинов Интересную Пародию Сделали Просто Какой-то Фейервер Восприятие Заканчивается Матч И ты Просто Выдыхаешь Пародия Не особо Зашла Это Будешь Смотреть Мои сюжеты Первым Это Была Добрая Пародия Без Секого Намека На Оскорбление Но Она Ему Жопу Порвала Он Начал Оскорблять Меня Моих Зрителей Мой Контент Мою Внешность Начал Угрожать Разоблачениями О том Что Меня Кто-то Купил Что Я Очень Жду Кстати Подобный Исход С бананом Мы Предполагали Потому что Ну Очень Качественная Пародия Мы Вытащили Наружу Все Его Гришки Всю Его Манеру Общения Все Его Жесты Но Мы Должны Кланяться Тошке За то Что Он Придумал Выражение Нижний Интернет Карлики Выдай Базу Как Раскрутиться На Ютубе Найти Свою Стих Как Сделать Смотри Западный Ютуб Смотри Какие Тренды Там Через Года Три Будет Популярно Здесь Все Ролики Про Твич На Западе Снимались Года 14 Когда Твич Пошел Ввысь Когда Там Появились Первые Сиско Стример Накрутчики Там И так Дали С тех Времен Начали Снимать Про Твич Но Я Это Подсмотрел Я Еще С 14 С 15 Года Знал Что Если Я Заведу Ютуб Канал Я Буду Снимать Про Твич Ну Так И пошло А потом Уже Как-то Твич Надоел Вот Снимаю Уже О чем Попало Вообще Похуй Типа У меня У канала Нет тематики По сути Я могу О чем Угодно Снимать Вот Жизненная Тематика Вот Лайфстайл Лайфстайл Блок Блок О терпении Блять Генераты Из нижнего Интернета Смогли Повторить То Что он Считал Неприкасаемыми Шедеврами То есть Свои ролики Политики Олигархи Звезды Телеведущие Звезды Эстрады Вы представляете Как они Охуевают Когда приходят К нам В интернет Глава Росгвардии Человек Которому Отдают Честь Ему Член Сосуд От уважения Также По совместительству Миллиардеры По-моему Даже Долларовый И он Приходит В интернет И его Здесь Высосит Ни его Звание Ни его Связи Ни его Профессиональные Заслуги Ни его Миллиарды И вот Этого Не спасут Безусловно От интернет Троллинга Главой Росгварди Он быть Не перестанет И миллиардов У него Тоже Меньше Не будет Вы только Представьте Ты человек Перед которым Выслуживаются Ему Честь Отдают А в интернете Он ваху И все Они ваху Когда приходят В интернет Что Причем Здесь Девки Вообще Не понимаю Причем Могут ответить Понимаете Очень удобно Когда ты сидел В журнале Игромания Снимал Для этого Журнала Какие-то Видосы Люди Этот журнал Покупали А что И семь Видос А Ванечка Рейдит Привет Ванечка Хватит Терпеть Не понравился Куда они Это выскажут В журнале Напишут Хуй Нет Это никто Не увидит Поэтому Часы Кстати Хуевые Понятка Я тебе В чате Писал Что Надо было Покупать Apple Watch Айфон Часы У тебя Конечно Как у Переходят В интернет Они охуевают Потому что Здесь есть Публика У которой Есть мнение И она Может Его Выражать Никому Не хочется Видеть Людей С собственным Нением Но Перед тем Как мы Перейдем К следующей Интересной Теме Минуточка Рекламы 11 ноября Будет крупнее Так Заебал Карлик Так Я сейчас Пойду Чай Сделаю Погодите Сейчас Досмотрим Карлика Четыре Минуты И пойдем Дальше Что О О Мочегонная Луна Ну Это Все Зашуганный Покажи Личик Так Вот Мое Личик На Сходке У Миры Посмотри Там Мое Личик Есть У меня Вконтакте Ролик Висит Тем Более Ты В телеграме Выкладывал Меня Хорошая Фотка А Что Если Ван У вас Это Чаки Шпачиха В теле Подлатой Бабки А Пульт Управления У тебя Вот И думай Теперь Головой Да не Не надо Мне Такие Подчиненные Спасибо Я Воздержусь Терпи Сейчас Завидую Часиком Да Завидую Завидую Колхозным Часам На Завидую Куда Деваться У меня То Нет Часов И Нет Такой Возможности Такие Часы Покупать Парень Маскирует Свои Тривиальные Убогие Текста Под Маркой Высокого Искусства Это Не Я По Е Хуйню Это Ты Тупой Сброд Не Можешь Понять Глубокого Смысла У меня Запасная Глотка Прикреплена Поэтому Мне Бесполезно В глотку Вгрызаться Почему Так Много Слова Сука Блять О чем Этот Ролик Вообще Чем Может Сука Для Тебя Являться В той Пьесе Которой Трисуешь Играть Это Пальше Женщина Нет Это Пальше Женщина Как Растаки Метафора Насколько Женщина Удобная Стратегия Создавать Любое Говно И Прикрывать Это Маски Высокого Искусства Топы Не Понял Дебил Идиот Меня Раздражает Эта Тактика С ее Помощью Абсолютно Любой Бесталанный Уебан Способен Себя Выставить Маэстро Кому Это Показалось Бессвязным Набором А ну Типа Это Горение Шевцова На Пост Иронию Я так Понимаю Метафора Купленов На Стриме Привет Купленов Ванамаса Новая Личность Появилась Купленов Ну Буду Теперь Купленов Называть Окей Компиляция Всех Его Грехов Я Гений И Я Создаю Музыку Вы Пле Ванамас Не терпи Напиши Что-нибудь В ответку Насчет Глотки Вот Я Реально Считаю Что Часы Плохие У тебя Ну Ни о чем Компьютер Хороший Спорить Не буду Вот Правда Windows 10 Со старой Пеки Переносить С кучей Мусора На новые SSD Это Конечно Так себе Мероприятие Но Наверное Там Много Важных Папочек В наличии Поэтому Которые Нельзя Потерять Невозможно Забыть Вот А часы Говно Лепс Тупой Просто Этого Не понимает Это метафора Как мне кажется Настоящее Музыкальное Искусство Не нуждается В толковании Или объяснении Это хорошая Шутка Если Стендапер Будет объяснять Свою шутку Значит Она хуевая Если Все люди Посмеялись Значит Это шутка Хорошая Это Совершенно Не особо Люблю Рок Но Я понимаю Что Это Хорошая Музыка Это Просто Не в моем Вкусе А есть Просто Хуйня Который Невооруженным Взглядом Видит Так Все Идем Дальше Да Терплю Я Терплю Терплю Не видишь Не видишь В небе Море Ты Только С собой Доволен Поднимаемся Содна Если бы Любовь была Мы Красивые И Мы Счастливые Но Не хватает Чего Да Нам Сарафан И конфеты Бесконечное Лето Так Приятно Но Берега Так Быстро Заливает Как Вода Сгибает Я Запомню Твои Глаза В них Холодные Реки Ледяные Рассветы А в моих Только Пустота Если бы Любовь была С поцелуем Процвела На глазах Ни слеза Ночи Полная Луна Ты не Видишь В небе Море Ты только Собой Доволен Терплю Если бы Любовь была Если бы Любовь была Ну я надеюсь Кто-то нарежет Этот Шиза Рейд Я бы хотел Его в свои Видосы Вставлять Зашугали Маленького Да Ну Вонятка Конечно Ладно Уже так Пытается Мое внимание Привлечь Ну не Интересные У тебя Стримы Вонятка Ну все Ну нету Рейджи Нету Вот этого Задора Не интересен Ты Ну все Не смотрю Я тебя Иди Отсюда Терпи Или Восстанавливай Шизу Опять Начинаю Рать Шизеть Может Тогда Зайду А так Терпи Без моего Внимания Малыш Ну Ушел Карлики Пусть Передадут Ничего Страшного Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин Что-то новое есть Терпи 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 Да Дело нелегкое Терпим Друзья Чуне атмосферная композиция Я там был только виртуально Настримирована масса Мочугонная луна Терпим Терпение Все такое же Все меняется Кроме терпения Иснует ситуации В которых Женки Довго не погоджуються На секс Чи в целом Не відповидають На залицяння Одна згипотез Припускає Что для жінки Нет субтитров Кстати Реально Нет субтитров Карлики Так что Терпим Процесс Витворення Нового потомства Тобто Передачі Генів В принципі Забирає Більше часу Аніж для чоловіка Вона Виношує Народжує А потім Ще й Вигодовує Грудним молоком Дитину Тому Для жінки Переспати З першим Зустрічним Не дуже Хороша ідея Так Краще Витратити Багато часу На пізнання Свого партнера Нехай Війні Справді Буде Довго Залицятися Аніж Потім На самостійне Виховання Потомства Тому Виходячи З цього Жінкам Потрібні Чіткіші Сигнали Щоб Зрозуміти Чи у Залицальника Справді Серйозні Наміри І ні Це не інструкція Для куколдів Заради Всього Святого Дослідження 2014 року Норвезьких Вчених Намагалося Відтворити Результати Іншого Дослідження 2003 року Яке проводилось На вибірці Що складали З гетеросексуальних Американок Та американців Питання Для всіх Звичали Однаково На кшталт Чи були ви в ситуаціях Коли проявляли До особи Сексуальний інтерес Але вона В свою чергу Інтерпретувала Ці сигнали Як прояв дружби Теорія управління Помилками Пояснює Як природній відбір Міг повпливати На аналіз Нами сексуальних сигналів І тут Добре провести Аналогію Кароліки Наба Влічку Накидайте Мнепопулярних Серваков В Дискорде Среди зумеров Штук 5 10 15 Где вы сидите Может Игровые Какі-нибудь Там Просто Когда я в очередной раз Собью себе режим Поскольку Вонятка Больше не рейджит Смотреть мне некого Буду в Дискорде Сидеть Терпеть Тогда Правильно З потенційними небезпечними ситуаціями Ну, коли є місце певній невизначеності Наприклад, якщо ми бачимо в темряві щось темне та довге Але що тяжко розглядіти Є два варіанти дій Перший Це якщо ми зробимо вигляд, ніби нічого не бачимо І продовжуватимемо займатися своїм Але якщо ми нічого не робитимемо А ось те довге виявиться отруйною змією То буде погано Тому другий варіант До кого ми зрештою більше пристосовані Це коли в темряві бачимо щось довге Ми не розмірковуємо Чи треба втекти А чи можливо порозглядати І переконатися, що там немає небезпеки Ми беремо і дікаємо Навіть коли там немає очевидної загрози Розглядати ситуацію як загрозливу Коли вона такою не є Все ж краще, ніж повністю ігнорувати її Знову невідомий? Я не візьму слухав Грасте, візьму Ви запитаєте А до чого були ті змії, Ілона? Теорія управління помилками пояснює, що за схожим принципом Працює і схильність довго Та безуспішно залицятись до однієї людини Завойовувати ту саму Все ж може бути вигіднішим, аніж не робити жодних дій взагалі Принаймні так було для доісторичних людей І так, ми вже говорили про те, що питання Хто, кого вибрав 20 тисяч років тому спірне І ми не знаємо, напевне Але в якийсь період історичного розвитку ці тенденції змінювалися І, ймовірно, таки був період, коли чоловіки обрали жінок А жінки приймали рішення Погоджуватись на залицяння чи ні Здавалось би, який сенс витрачати так багато часу На людину, яка не зацікавила нас в стосунках Але якщо на початку було б прийнято рішення Не проявляти знаків уваги до конкретної особи Як би ми знали, що завершити це все невдачою? Якби ми не застосували яких-небудь активних дій Не спробували, то втратили б можливість бути в цих стосунках взагалі Це дуже сильні мотивуючі слова Теорія управління помилками припускає, що протягом тривалого еволюційного періоду Для чоловіка втрачена сексуальна можливість Значно дорожче обходилася, аніж переслідування незацікавленої жінки Так, він міг втратити час і ресурси Але це все одно залишалось вигіднішим, аніж не робити нічого Та чекати, коли зацікавлена ним, сама знайдеться Численні дослідження показують Так, карліки, якщо б всі були такими, як ми в першлих поколіннях То в нас б не було зараз Якби всі терпіли і не розмножалися Тому що, дійсно, а зачем проявляти ініціативу К тому, хто не має інтересу к тебе? Ну, це логічно, вона тут Логичні вещи, говорить, ну, типа, блядь А вот действительно, зачем? То есть мы, по сути, с вами живем благодаря тем, кто превозмогал А вот вы, блядь, не хотите превозмогать и терпеть, да, сука, блядь? Не хотите исполнять природную задачу по размножению? Неуваження, блядь Неисполнення природних задач Понимаєте? Все терпим, все терпим То есть хильні перебільшувати сигнали від жінок Вони бачать сексуальні натяки частіше, ані жінки Маслонамеки, блядь Насправді відсилають І це також може бути еволюційним надбанням Ей, дякую, що допоміг мені з регресійним аналізом для дипломної О, на той О, это маслонамек Чтоб не хоче Окрім того, мета-аналіз 2008-го року 28 досліджень по оцінюванні чоловіками та жінками осіб протилежної статі по фото- та відеофрагментах показало, що чоловіки загалом частіше оцінюють жінок як привабливих чи кокетливих, ані жінки оцінюючи чоловіків Чому так сталося історично, ми не можемо знати точно У нього спеціальна птичка з Angry Birds стоїть на фоні Не знаю, відкуди я знаю Я її вперві віжу взагалі, цю блогеру Бо це, на жаль, не залишило викопних рештків Але можемо знати, як харчувалися наші предки, динозаври чи інші види Можемо порахувати, коли тім мешкали на землі і навіть в якому віці померли Чи було потомство і чи були тяжкі травми На каналі Palo Legends є купа цікавих відео про те, яким був спосіб життя найрізноманітніших тварин Наприклад, чому кити, які є савцями, дихої кизнем і народжують дитинчат Перебралися жити у воду? Невже там краще? Або чому печерний відміт ніякий не печерний? Знову ми все називаємо неправильно? Раджу підписатись на канал, але лише в тому випадку, що вам дійсно цікаво І ви будете дивитись відео, а їх є за що дивитись Бо подача, влучні жарти, меми А головне, це, звісно ж, самі відео на тему палеонтології, антропології і трішки виживання з минулого Знаю, що багато моїх підписників вже дивляться Влада, бо бачила вас в коментарах А хто ще не знає про Palo Legends, посиланнячко в описі і закріпленому коментарі А тепер повернімось до переоцінки сексуального інтересу А точніше, навпаки Дослідження показують, що жінки недоцінюють сексуальне зацікавлення ними, їх друзів, чоловіків Але цьому питанні все одно присвячено менше уваги Найбільш вірогідне пояснення таке Оскільки репродуктивні обов'язки жінки запирають у неї більше часу Знову ж таки, вагітність, пологи та грудне вигодовування не дозволяють заводити так багато дітей, як це можуть собі дозволити чоловіки А через це важливо завагітніти не від кого попало, а від того самого, того, хто точно буде поряд Еволюційні психологи кажуть, що не одразу погодитись на залицяння – це свого роду перевірка на витривалість Якщо попри численні відмови чоловік все одно приділяє знаки уваги, це вказує на серйозність намірів А значить, з ним можна утворювати довготривалий союз Як гадаєте, наскільки це актуально зараз? Якщо не знаєте, який коментар написати, а коментарі дуже і дуже допомагають розвитку каналу То пишіть, якою, на вашу думку, є оптимальна тривалість залицянь, неважливо від кого Сигнали жінок чоловіки частіше оцінюють як сексуальні натики А жінки, навпаки, недооцінюють знаки уваги, сприймаючи їх як прояв дружби Однак ефект... Угу, френдзона, блять Ну, вот эти всякие пікаперы, шмейкаперы, они же і советують, що, типо, треба лапати Типа, лапання, вони це називають кинестетика Що она, типо, помогає Так сказати, перевести це все В недружелюбне, так сказати, недружелюбне русло Так сказати, пред'явити право своє на шпачиху Попитатися таким образом Тому що, якщо ти будеш просто, типо, спілкуватися, то це френдзона А хто терпить, тот 8 з'їх ходить, а потім, кажуть, хуй має бути в пізді, а потім терпить 4 роки В дні 1992 року не змогли зафіксувати вираженої різниці у стріній дії сексуальності між чоловіками та жінками з Бразилії А в дослідженні 2016 року науковці побачили, що чоловіки, котрі перебувають у стосунках Навпаки, недооцінюють сексуальні бажання своїх партнерів Тут не все так однозначно Можливо, у стосунках ефект і не може мати такого ж вираження, як тоді, коли ми тільки намагаємось їх створити Тому для того, аби усунути недоліки теорії управління помилками Була розроблена теорія виявлення сигналів Яка описує спосіб прийняття рішення в ситуаціях невизначеності Умовно, коли людина отримує певні натяки, вона може діяти за чотирьма наступними сценаріями Відповідно до того, бачить вона конкретний натяк чи ні Перше – це правильне виявлення Коли сигнал є і людина його справді правильно інтерпретує Другий – це промах або хибно-негативний результат Людина вважає, що сигналу немає, хоча він насправді є Третій – це хибна тривога або хибно-позитивний результат Ну, вот я думаю, если это, як це сказати, проєцировать на вонятку, да, вот эту, со шпачихой То маслонамёк, единственный маслонамёк от ШПЕК был, это когда она его приглашала домой поесть пельменей Ой, не поесть, а сделать обзор на пельмени Вот это был стопроцентный маслонамёк от тарелочницы И неспроста она потом слилась, как он сам говорил, что она отказалась Вот, то есть там явно был какой-то подтекст, но она слилась Понимаете, карлики, тут действительно чё-то было Я не умру в туалете! Передумала Передумала, ну у тёлок бывает такое В общем, передумала Вот это единственный маслонамёк был, реальный Всё остальное от туфта Привет, маленький, скучали по тебе Я тоже скучал Хули Брестмилк, хэнд экспрэшн, брестмилк Блядь! Хорошо, что я не включил, ты чё? Не, я это не буду включать Блядь, хорошо, что я посмотрел Там же сиськи колою, блядь Но умён Результат Людина вважає, що сигнал є, але його нема І четвертий – правильне відхилення Спостерігач вважає, що сигналу немає І його справді немає Кожна з цих чотирьох стратегій може нести свої вигоди І витрати для спостерігача А теорія управління помилками – лише одна з них Бо вона пропускає, що дії майже завжди хибно інтерпретуються І чоловіки ледь не постійно перебільшують сексуальний інтерес жінок Теорія виявлення сигналів більш імовірна, оскільки ми не можемо завжди і усюди діяти однаково Очевидно, для різних людей притаманні різні стратегії Та й все одно, залежно від ситуації Одна та ж особа у спілкуванні з різними людьми може проявляти схильності до, скажімо, двох типів стратегій До слова, коли ми оцінюємо інших людей, ми наче скануємо по-різному Залежно від того, вважаємо ми їх потенційними друзями чи потенційними романтичними партнерами У дослідженні гетеросексуальних людей попросили оцінювати незнайомців на фото, поки рухи їх очей ретельно відслідковували Під час експерименту їх питали, хотіли б вони зустрічати Апловська мишка, на мій взгляд, неудобна Хто використовується мишкою від Апл Карліки? Чи дружити з особою на фото? Висновки дослідження доволі цікаві Учасники, незалежно від статі, котрі довше роздивлялись обличчя та груди, частіше оцінювали людей на фото як потенційно обажаних партнерів А знаєте, на що ті частіше дивились, коли казали, що надали перевагу дружнім стосункам з людиною на фото? На ноги А ще, люди, які перебувають у стосунках, з більшою ймовірністю уникадмують утворенню дружби з особами протилежної статі З різних причин Вочевидь, оцінювання друга чи подругу як сексуального партнера є стримуючим фактором дружби І це не рідкість До слова, дехто і тут відзначився Наоковці підкреслюють, що чоловіки частіше проявляють сексуальне зацікавлення своїми подругами І не дарма, будучи в стосунках, ви ревнуєте до того самого хлопчини, до якого вона так просить не ревнувати Більшість людей почувається комфортніше з друзями своєї статі Слід наголосити не всі, а більшість Що точно не скажеш про самців-бабуїнів, котрі мають дружні стосунки з самками, якщо можна так сказати взагалі Така їх особливість взаємин має одну цікаву кривало У них вищі показники виживання, аніж в тих самців, в яких немає подружок Дослідження спирається на дані більше, ніж 500 бабуїнів, які проживають у Національному парку в Кенії Спочатку науковці припускали, що хороші стусунки з багатьма самцями вигідні в першу чергу для репродуктивної мети Бо так збільшуються шанси на спаргування Але згодом дійшли до визначу, що життя серед подруг допомагає загалом довше жити Дослідники спостерігали за поведінкою бабуїнів, беручи до уваги кількість соціальних зв'язків Як часто ті доглядались за іншими, наприклад, чистили шерсть, шукаючи кліщів, погладжували або що? Правило, самці більшості приматів не доглядають одне за одними, частіше – за самками, у кутрих овуляція Тож, що побачили дослідники, спостерігаючи за бабуїнами? Це те, що самці, котрі знаходились в міцних соціальних зв'язках з самками, мали приблизно на 28% більше шансів дожити до свого дня народження Аніж ті самці, які уникають схожих зв'язків Подібно до нас, близьке спілкування з іншими є важливим і відображається на благополуччі і деяких примат Ми, звісно, не бабуїни, але мати між татеві дружні стосунки можемо Навіть маючи романтичних партнерів, залишаємось сексуально байдужими до тих, з ким товаришуємо Хоча ми не завжди можемо правильно проінтерпретувати наміри інших людей І це справді проблема Як нам вирішити її? Гадаю, варто відмовитись від натиків, які можна розуміти по-різному І перейти до прямих дій Ну і, звісно, розмовляти Розмовляти про те, як воно є Ну так вот, карлики поняли Да, блять Ну прям про маслоковий видос, на самом деле Да, про маслонамёки Странно, що этих субтитров не було Обычно Ютуб автоматически добавляють Привіт-привіт-привіт, с вами Катя Шаван, яку Блокин, станок комик і немножечко інженера А очень сегодня будут такие истории, щас я сяду поудобнее, да? Я сегодня в гофиках, поэтому... Так, я пошёл чай делать, карлики, всё, терпите без меня Щас сяду и продолжим с вами, ребята Так, щас подожди, походу, второй гольф тоже можно натягнуть, чтобы красиво было Блин, я уже готовлюсь за видео, с ним было два часа на сферопайку Со всей этой штукой Ну всё, забрите гольф на мой дяшу Так, сегодня будет истории про моих бывших и говно И я не знаю, почему их накопился целый сборник из двух историй Потому что я не попросил хвейник про факт И мои бывшие, надеюсь, тоже точно не знаю, потому что они кончены Хм... Но я создавал несколько месяцев назад опрос На какую тему мне снять следующий видос? И там 90% голосов было за вариант историю хвейших и говно Ну ладно, их у меня есть целых две Мы с собой бы начать Короче, ладно, начну вот Ой-боже-боже, с какой-то с этим ужасный турник Ну ладно, это мне подушка дала Попользоваться для этого видео, поэтому... Отлично, пари конечка Хе-хе-хе, очень короче, спасибо большое Короче, вот история, значит, про моих бывших и говно Первая история, это про моего бывшего Вот этого жена, я ебанатика, он мне впал, кстати, во блог сегодня года, случайно Я его сняла Мы, короче, уже на тот момент всё расстались, попрощались Прошло пару месяцев, и я захотела ебаться А так как с сексом было всё в порядке А как с человеком нет, но нужен был только секс Я решила ему позвать В гости А я бы сейчас вот прям вкратце опишу, какой это человек О, ему 35 лет тогда было Ой, давай, он был уже 36, пиздец, я трахалась с дедом Там ещё немножко ебутит у него запах старого тела Потому что я на женских формах прочитала, что если человек 10 лет старше То всё, у него запах старого тела Вот ещё бы на год он раньше родился, и был бы запах старого тела у него Ну, короче, ладно В общем Для этого я очень старалась получила ровный курить на дед, но не получилась Так, ну вот это всем любимая Сэлла Мун Лазами тоже горит цветами Может превращать разные цвета у этой ленты Его за может облигать, как вы что-то можете делать Обожаю Сэлла Мун, петель у вас такая возник, кто будет стоять Тут я почему-то ничего не говорю, но тогда обращу ваше внимание, что сзади есть двигатель, чтобы весь на сцене А вот эта Сэлла Мун светлая металля, и она светит только фиолетовый Вот такая красавица Да, вообще видно, что она на таком светлой металле и просто светлая металла По мне так это супер-классная вещь, покупайте скорее, вот Так, вот это вот вашему вниманию светильник Ашигао Через дырочки в металле и форме Ашигао У нас идет разный цвет Может быть синий Может быть зеленый Может быть красный Может быть дискотека из разных цветов Действительно сверху Не знаю, что на меня цвет и в общем все особо И вы представляете, я его сама придумала, сама очертила, сама отправила на завод и сама собрала Так вот, короче, вот И он прям максимально застарел человек Он там, блядь, баба сидит на кухне, домострой Короче, вот эти вот все хелесты старого ебаната Ну вот И он был прям очень неразвитый Ну прям, блядь, типа Жестко тупой Не интересующийся особо ничем Вот Это я вам просто объясняю, почему я так удивилась в этот момент Потому что, вы слышите, я это от обычного человека из своего хуже общения Я бы не удивилась Короче Ну и вот, он мне говорит Ну блин, ты меня зовешь к себе домой? Ну типа А вдруг ты меня подкинешь на х**, вызовешь мигов? И я такая Аааа, во-первых Если у меня будет столько на х**, чтоб за них посадили, на х** я вообще буду звонить Во-вторых Это мне их получается надо самой где-то взять Это мне с количеством на х**, за которые можно откатить срок по голоду Оооо Ну это ваши любимые карлики Кланяемся, кланяемся Кланяемся Сейчас будете наяривать там под столом Так Не, 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 не Ро я не буду включать Не надо мне такое кидать и русский корпус вермахта тоже не надо кидать тоже не включу а теперь мы пойдем убираться и а и и так скиньте носки пожалуйста там 400 рублей было по моему не 300 рублей там было скиньте джесси джесси я наверху либо я за аромат выключить просто что видеоряд был потому что терпеть это невозможно 155 тысяч просмотров но это еще хуже чем мои ролики реально вообще к это рандомная нарезка прям как в последнем ролике у к плане хи что мы в комментах все засрали но мы посмотрим еще я думаю успеем и это смотрите это хуже чем до диктита реально это хуже без проблем давайте лучше без проблем и скиньте на скип и будут спонсора олег тиньков исполнителей ты всех знаешь ахуенно ребята молодцы спасибо спасибо потому что я не хочу смотреть 0 желанию абсолютно это бесит очень сильно поэтому короче я щас переоденусь я надену номер велосипедки блять который вчера купила вот и все так шо татик подойдите вы хотите сказать что она это сделала не специально а вы с вами юлик о это сейчас будут оправдания про выборы рекламу выборов мы смотрели уже с вами к сегодня хочу поговорить с вами серьезно это наверное один из немногих роликов на моем да ладно хрюлик 8 миллионов получил ну или 6 вот 6 до 8 не говорили опять-таки получил получил все терпи канале где я говорю серьезно хочу объясниться по поводу произошедшей недавно ситуации на моем канале по поводу клипа который вышел у меня на канале хочу все разложить по полочкам и значит терпим говнецо так лучше бы ванюша смотрели угорали симпы идите нахуй давай ванечку реально парашу смотрите терпеть не могу у терпи терпи чё могу сказать терпи постоянно чё-то кидает это еще скажу спасибо что какие-то длинные ролики не заказывают не 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 я не буду включать не надо такое кидать так кем массажные салоны в москве посоветуешь для дрочки я так понял очень коротко пожалуйста как ты относишься к россии и украине смысле как относишься к россии и украине так 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 москве салоны посоветуешь для дрочки да не знаю старой басманной раньше был сейчас может его прикрыли там не знаю погугли на самом деле довольно много адресов гугли найдешь и отзывы там есть то есть ничего трудного в этом нет в принципе из ты гуглом умеешь пользоваться то как бы так 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 как житель кривого рога может ставится к украине мордоре ну это знаете риторические вопросы карлики задают личная массажка не лучше называется всем рекомендуем ну не знаю блять опять ну нахуй вы мне кидаете эту хуйню вы чё там миллионеры что ли что у вас деньги есть тратить чтобы кинуть ссылочку с нацистами ну блять охуенно да не понятно что байтят но меня иногда выводи удавалось вывести на эти все темы чтобы я поговорил полчасика но я в этот раз затерплю поищите в стримах есть где я рассказывал все что я думаю а сейчас у меня нету настроения я сейчас заведусь просто опять и не удастся потерпеть как положено странно что никто отрезки еще не сделал с этим всем восьмилетним на тему восьмилетия уже девятилетия практически так чё я хотел то блять так ага вот начально запрос пришел от одного популярного мужского журнала политика луга бы но луга бы он же лавирует у него все построено на том что лавирует между россией и западом а сейчас еще и между россией и западом и китаем поэтому луга бы конечно но он постарается усидеть в кресле но чет мне кажется что я думаю он и сам понимаешь что надо где-то в африке себе бронировать место что там доживать свои года в спокойствие а и Уфовского не дианонили Да много кого не дианонили Этого Энджойкина не дианонили, например Это такие Кто первые на ум приходят А так дохуя кто так ушел В тишину Политичный стрим или терпеть Ну не, я У меня нету столько терпения Чтобы пятичасовые ролики делать С нарезками новостей Это блять Я не знаю Это какое должно Должно быть рвение Чтобы такое делать Ну, часовой ролик Может быть еще Ну, пять часов Это даже для меня слишком Хотя я в восьмилетней теме Давно Я этим всем интересовался Там еще с года Одиннадцатого Десятого Когда Янек Продлевал Нахождение Черноморского флота В Крыму И так далее Потом как Стас Отлететь Не, Лешка не писал Он обещал удалиться Он удалился Все Твои рассуждения Хуйня Ты обсираешься С каждым тейком Ну, пруфани Вот ты пишешь Обсираешься Ну, пример Вот это все Ты знаешь Ни о чем Лешка ушел Да, все Его нету Поэтому Ни у меня Ни у моего менеджера Каких-то поводов К подозрениям Не было Проект вообще Выглядел По-другому Потом По чуть-чуть По чуть-чуть Он стал меняться Стали какие-то Новые пункты В ТЗ появляться Но все договоренности Уже были подписаны И я не мог Уже ничего поменять Потому что Да ничего не выпрямят Ну, я это воспринимаю Уже как шутки Еще с самого лета Вот эти Это кто? Кадыров сказал, что ли? Что там что-то выпрямят Ну, карлики Начитаются Позднякова Потом ходят Это пишут Шутят Потому что было подключено Слишком много людей Ко всему этому Плюс Ко всему тому Я был очень занят Другим Очень крупным проектом Для моего канала Которым я занят Ну, оправдашки Блядь Ну, хрюлик Ну, сказал бы Блядь Что заплатили мне Да и все Отъебитесь И сейчас И все силы Все мысли Были там У меня, по сути Не было времени Даже задуматься Правильно ли я поступаю Да и я вообще Никогда не интересовался Политикой До данного момента И только когда Выложил клип И увидел Вашу реакцию Понял, что Где-то Я ошибся Потом уже Пообщавшись с друзьями Не с ютуба И получив Определенный негатив В свою сторону Понял, какую ошибку Я совершил На самом деле Если вы думаете Что мне наплевать На те комментарии Которые вы писали И пишите Сейчас под видео То Вы ошибаетесь Я все это вижу Я все это читаю И все это на меня Давит Ну, говорил Ну, говорил Ну, я же не могу Читать мысли Что там У пахана В голове Понимаешь То есть У меня Нету службы Внешней разведке В России И внутренней Которые мне доносят Чем-то Я это просто рассматривал С точки зрения Выгоды Это абсолютно Невыгодный Невыгодный Шаг Был Ну, может Он, конечно Думал Что российская армия Себя лучше покажет Чем, например В чеченских компаниях Но Как оказалось Разница Не особо велика По сравнению С теми временами Поэтому Наверное Он сам верил В эти все мультики Там и так далее Я только в этом Причину вижу Тут Невозможно Как-то От этого Абстрагироваться И оставаться равнодушным Просто Я все это переживаю Внутри себя И если этого не видно Где-то в соцсетях Или по мне То это только потому Что я не Ну, хрюлик Ой, не Ну, вот у Кузьмы Ролик Вообще там ни о чем Вот хрюлик Прямо оправдывается Кузьма все-таки пытался Как-то лавировать А здесь прям вот Оправдашки с виноватым лицом Хочу выставлять это На всеобщее обозрение Я думаю По тем роликам Которые выходили После этого Пиздеца Вы это заметили Отдельно хочу сказать Про ролик с Хованским Это было Пиздец тупо И Пиздец как неправильно Это все делалось На фоне стресса И я понимал Что я Должен дать какой-то ответ Но Как и какой Я не знал Решил все это Обернуть форму Сарказма Служба Нижнеинтернетовской Разведки Ну Это Да терплю Терплю Че вы Делитесь Воину с Раины Ждем тебя В Артемовске И семечки В карман положи Ну так а че вы Сами не в Артемовске Да-да малыш Про то что войны Не будет Ты обосрался Что мобилизация Будет до миллиона Человек И про то что Украина Не имеет планы На Кубань Да-да мальчик Ой Верим Верим Бля Чувак Какие нахуй Планы на Кубань Ты че больной Ой Так Как все запущено Как все запущено Ну мобилизация До миллиона человек В смысле У кого До миллиона человек У России Ну так там же набрали 400 тысяч По-моему Или 500 С осени Плюс с марта Шла мобилизация То есть Я хуй знает Чувак Это все Будет зафиксировано В документах В генштабе Которые рассекретят Через лет 20 Возможно А может и нет Поэтому Я хуй знает Откуда ты данные Берешь Может с НТВ Или Я не знаю Струхи Или из других Уважаемых там Каналов Ну Я бы на твой месте Такую хуйню Не нес Про Кубань Блять Куй Кубань Куй блять Кубань Вот что Ребята Каким образом Скажите мне В любом случае Я просто Там Блять Вы карты Хотя бы Видели Западных Аналитиков Сколько там Войск Стянули На один Бахмут Блять Вы еще Рассказываете Про Кубань Куй блять Кубань Я не знаю Но это только По телеку Может такое Рассказывают Что там Кубань Блять Ой Блять Карлики Вы что Ну я надеюсь Это кто-то Шутит Типа Шутки Такие Хотел дать Понять Что мне Не в любом Салоне Не в любом Есть массажные Салоны Просто массажные Салоны Где просто Делают массаж А есть Салоны Дрочь Салоны Именно Салоны Там где Дрочат Тебе Вот Поэтому Лучше Тебе Разузнать Сначала Мне не все Равно А в случае С Катей Клэп Я Вообще Повел себя Недостойно Мало того Что я использовал Ее образ Так потом Еще и продолжил Глумиться В следующем ролике За это Мне наверное Даже Больше стыдно Я прошу Прощения У Кати Клэп И мне очень Жаль Что я ее Обидел Вообще А я же забыл Это же в России Называют Артемовском Бахмут Все Извиняюсь Я думаю Что за Артемов Блять Не помню Я помню Там докучают Дебильцев Там и так далее Какой Артемов Блять До меня дошло Это ж да Там же по другому Называют Ну понятно Я уже очень давно Занимаюсь видеоблогингом Но Какой-то популярности Если мерить ее В просмотрах Добился Относительно Недавно Где-то полгода Назад И Скорее всего Я не был К этому готов Если честно Мне просто Польстило Что Большие дяди Приходят Ко мне И Предлагают Такой серьезный Крупный проект И я повелся Как школьник Но Все это На самом деле Никак Меня не оправдывает И не может быть оправданием Я сам совершил ошибку Нет Пишут именно Артемов В российских СМИ Не надо мне Рассказывать Сказки Это Может где-то Там и пишут Бахмут Но 80% Говорят Именно Артемов Вот Шибку Сам на косяк И на российских картах Он так значится Начал И Ваша реакция Ваш негатив На мой проеб Он обоснованный Понятен Пред обещаю Со всей серьезностью Относиться К своему делу А для меня Это серьезное дело Это моя жизнь Я последние 5 лет Занимаюсь Только этим И вот Только через 5 лет Я понял Какой уровень Ответственности Приходит С таким Большим количеством Подписчиков С такой большой аудиторией Мне Тошно И я прошу прощения У всех Кого я разочаровал Все мы совершаем ошибки И надеюсь Что это Будет Самой большой В моей жизни Так я все Смечтаю Все надо Изучать Я до Где-то 16-го года Даже передачу Соловьева Смотрел Ознакомливался Так сказать Что там Вести с полей Какие Ну там потом Неинтересно Просто стало Это все Там одно и то же Какие-то Крики сплошные Какие-то Однообразные Вот эти гости Он одних и тех же людей Приглашал И это Короче Неинтересно Стало смотреть Чмулик в Грузии Кто бы его в армию взял Он же даже не служил Но он же приезжал в Москву За собакой Говорил 23 октября Не не 23 октября По-моему 2 ноября Я говорил Ну опять-таки Это же все были Злые языки Нацистов Наркоманов Неизвестно Что там в голове У пахана происходит Это не ко мне Вопросы В АПшку Напиши Кириенке У него спроси Когда там у них Перестановки планируются Что ты у меня Это спрашиваешь Зачем ссылаться На инцелов На неймов Аппетиты приходят Во время еды Зеля тоже вначале Просил о переговорах Сейчас уже Да он просил Но Путин же Изначально говорил Что никаких переговоров С нацистами Наркоманами Сейчас уже теки Про то что Украина готова Помочь государству Сводиться из-под российской Блять Оккупации Блять Чувак Боже мой Блять Понимаете Вот идет Двойственность Вот такая С одной стороны Говорят Что уже Не хватает Людей Всех Мобилизировали С другой стороны Говорят Что там воюют Одни негры И натовцы И поляки С третьей стороны Тут говорят Что захватят Кубань И вообще Там чуть ли не До Москвы Дойдут Это кстати По российскому телеку Сейчас вбрасывают Что там Поход на Москву Возможно Но это что за Карлики Вы посмотрите Расстановку сил Какая численность Войск То есть Не из телевизора А там Из разных источников Западные источники Почитаете Там российские И сделайте выводы Там Свои А не вот эти Какие-то Штампы Что там Кубань Какая-то Блять Какая нахуй Кубань Вы Так сказать Слегка Не понимаете Что происходит Я так понимаю Масштабы Происходящего Мне просто Хотелось бы Вот Чтобы этот чувак Написал Как он себе Представляет Вторжение В Кубань И главное Кем Чем На какой Технике С чем Вообще Туда пойдут На Кубань Просто интересно Учитывая Потери До этого Типа Это Сколько надо Будет Еще угробить Чтобы Какой-то Кубань Захватывать А зачем Ну Какой Смысл Просто Объясните Я реально Не понимаю По-твоему Западные Источники Так я Говорю Российские Почитайте Ну если вы Не верите Западным Напишите Почитайте Российские Там тоже Разное Пишут Типа Вы Вот я Много раз Говорил Уже Что Карлики Слушают Но не Слушат Я говорю Одно А люди Другое Там Что-то Придумывают Себе Напридумывают Шелковый Путь Через Кубань Казахстан Не Ну про Кубань Это Там Типа Не знаю Я честно говоря Таких публикаций Не видел Очень давно Насчет Кубани Я в последний раз Какие-то Вбросы Про Кубань Видел в году В одиннадцатом Наверное Двенадцатом Когда еще Был легитимный При власти И тогда Были такие Вбросы Что типа Ну Кубань Типа Украина Там все дела И то это Писалось так Типа Абстрактно Вот Там вы можете Почитать Например О том Как Участники Организации Некого Курчинского Из организации Братства Там Попадали В ФСБ За Некие Деяния Как раз таки На Кубани Вот это был Как раз таки Год 2010 2011 Вот в те времена Про такое писали Но Сейчас Блять Какая нахуй Кубань Меня реально Это удивляет Блять Кубань Блять Это смешно Реально Карлики Я просто Ошеломлен Мягко говоря Ну так я По одной из легенд Сам с Кубани Кстати Я не помню Кто-то говорил Что я якобы С Кубани А Бигзотик Это говорил Что я на Кубани Нахожусь Турки Почитали Общие потери Всего Там Конфликте Плюс-минус Достоверно Они Как-то Странно Почитаны Что-то Я их не считаю Крым Там Кубань Не знаю Карлики У меня Там до Мелитополя 84 километра Вы вдумайтесь 84 километра Это только До Мелитополя Блять Типа А тут вы Еще про Кубань Какую-то Говорите Это бред Это вбросы Какие-то Ну или шутки Просто Или провокации А либо Все вместе Я так считаю Так Дипломаты Из стран Европы Азии И Северной Америки Обсуждают Возможное Исчезновение Российской Федерации Из карты мира И ее распад На отдельное государство Участники форума Выступают за переход От авторитарного Имперского государства К добровольному договору Свободных независимых И демократических стран Которые смогут Обеспечить достойный Ну вот Опять Сейчас говорим об этом И еще видос такой Вин жизни Для собственных граждан А также устойчивый мир В Евразии Деколонизация России Полная и безвозвратная Часть этого процесса Из пресс-релиза Второго форума Свободных народов Ты терпеть можешь Года два Пока до тебя Линия фронта Продвинется Сомневаюсь В России Дагестан Я много раз говорил Я в это не верю Ингрия, Карелия Ичкерия И еще 15 Суверенных образований Именно так Организаторы мероприятий Это если там Я не знаю Иран вместе с Северной Кореей Будет России помогать Еще и живой силой Ну Тогда да А так Что-то как-то не знаю Мне не особо В это верится Можно сказать Вообще не верится Видят карту Будущего территориально-административного Устройства России Только демонтировав империю И создав национальное государство Россия может стать демократической Только став демократическим государством Россия может предложить Своим бывшим колониям Какие-то формы Не, я зелю, кстати, не люблю Я Когда его выбрали Я вообще вахуе был В полнейшем Уверены, что многие народы Доброю примут такую интеграцию Из генераторов бесконечных войн За него уже, кстати, голосовали И в России агитировали Вы забыли уже, что ли, как там орал Тот, который сейчас орет Гойда Что за Зеленского Они еще с этим С Пориченковым сидели, орали За Зеленского Что, забыли уже об этом Как в России за него агитировали Он же изначально шел, типа, как миротворец Быковал там на военных В Ордло Забыли уже эти видосы Ну, я вам напомню Загуглите, посмотрите Да Да, я когда это видел Я просто думаю Блядь Типа, что это вообще за пиздец И так у многих было За него как раз-таки голосовали Либо просто Пророссийские Либо, типа, ну, такие Ну, просто похуисты, типа Которым просто похуя Не, ой, ладно Типа, за зелью Порошенкова Еще был такой тейк Что, типа, вот Порошенко Он националист Он вот ебнутый И вот Путин нападает Если вот его выберут То все, это точно пизда будет Ну, выбрали миротворца Увидимся через три недели На передке Увидимся через три недели Ведь пока жива Российская имперщина Не будет ни нормальной жизни Для регионов и народов Ни спокойствия для соседей Потенциальный распад Страны-агрессора Должен не только облегчить Жизнь народам России Но и стать началом Переформатирования тех стран Которые долгое время Находились под пагубным влиянием РФ А именно Казахстана Узбекистана Армении, Грузии И Азербайджана Читают участники форма Свет тюрьмы народа И сходу коренным народом Бурятия, отенеси, я дамура Я, хватит, сейчас я исполняю А завтра Начало полномасштабной войны А у ДРВ первым будет гуманитарку Получать от русских В случае чего Не, чувак, я уеду раньше Чем их там нет И придут, поверь Я так просто не дамся Мне нахуй не надо В Украине это очередной шаг Кремля к развалу России Считает народный депутат Украины И спикер форма Олег Дунда И каждая последующая Ракетные удары Убийство украинцев И оккупация городов россиянами Приближает мир к тому Чтобы видеть словосочетание Российская федерация Только в учебниках истории Что изменило 24 февраля Это стало катализатором Ускорившего процесса ее распада То есть если раньше было 5-10 лет То сейчас я бы оценил это в 2 года Тебя не выпустят Ты мясо Мысли о ге... В принципе, времени так много И вот этот вот форум Он в первую очередь заточен на то Чтобы провести дискуссию Как подготовиться к этому процессу У нас с победой может быть только одна Возврат в нашей территории И разделение Российской империи На отдельный национальный Независимый государство Форум свободных народов России В Праге стал уже вторым Предыдущий прошел в Варшаве В начале мая На следующую конференцию Активисты, дипломаты и политики Поедут в Литовскую Клайпиду Валерия Никипелова Специально для информационного Марафона Freedom Телеканала UA Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Свободных народов Украины Наверное после референдума в Сибири Я так подозреваю Давай биопроблемы Биопроблемы неинтересны Там одно и то же Едем домой Работать Посмотрели? Работать 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 Не-не-не-не Карлики Кидайте носки Павилинушки Я эту хуйню не буду включать Извините Давайте лучше чат тогда почитаю Украины проиграют И ее поделят Лавров в шестнадцатом году Говорил чувака Вагнера Это вообще Не российская структура И вообще к России отношения не имеет Поэтому Там их правовой статус Большой вопрос Но сочувствие со стороны правоохранителей Летом С Дианоннили на 4,50 Идет с бутылкой в руках Не включается твое с бутылкой в руках С Викторией Викторовной Конечно смотрел Не переходит Что-то карлики Не знаю Пиздец Короче не посмотрите Как я иду с бутылкой Мне как ветерану СВО На хохлов и русню поебать Я за бабками катался Кринжуха уже пошла Наемник За наемничество в России Да Статья тут карлик написал Но в России похуй Это потому что Я же говорю Когда Была Вот этот контингент России В Сирии Там Когда начали за Вагнер спрашивать Лавров сказал Это вообще не российская структура Поэтому Вопросы вообще не к нам Мы не знаем Кто это Вообще Большевикам сказать Что такие карты Нарисовали Ну да Все республики В том числе В России Там все вот эти Ну там упразднили Некоторые Там например По Волжскую республику Немцев Все выселили Нахуй За три дня Да Перед вторжением Немцев Но Все это Осталось Там вот эти Башкирии Татарстаны Ямало-Ненецкие Округа Там Дагестаны Карачаева-Черкесия Это все да Спасибо Человеку Который лежит в Мавзолее Кланяемся Да блять Не включается Карлики Ну че такое Блять Ну видимо ссылки Короткие А ну вот че-то На короткие ссылки Агрится А может Что так сделать Нет Блять Алмазов бабы Оказался Не знаю Не знаю По новельному Да Абсолютно Такая же Человек Подставной Сто процентов Просто Как отработанный Материал Сейчас сидит В тюрячке И терпит Вот и все То есть То что он там Какую-то реальную Борьбу Устраивал Ну это смешно Ничего такого Не было Это все Был Развод Ну и плюс Вот эти штабы Же были Навальняцкие Да И с помощью Этих штабов Смогли вычислить Очень многих Несогласных Взять их Так сказать На карандаш Как-то так Ну он сидит Я не знаю Ждет Там сейчас Кстати Вбросили Такой слух Что Беларусь Якобы Готова Обменять 100 То ли 200 Политзаключенных На снятие Части санкций С Беларуси Вот Может туда И Навальнер Войдет На самом деле Под шумок Все может быть Разве не Запасной Революционер Жертва режима Его можно будет Натрон В случае Либерализации РФ Как Ельцина Ну это наоборот Плохо будет Если Посадят Очередного Ельцина Не Я выступаю Я уже много раз говорил Чтобы Путин Правил Россию Еще лет 10 Хотя бы А лучше 25 Вот А еще лучше Чтобы его оцифровали И просто Чтобы вот Не рассеять правила В виде Путина Я вполне Серьезно Говорю Но если Не Путин То Кадыров А вот Ну вот Эти всякие Навальнеры Там Хуяльнеры Эта хуйня Полная Я думаю Этого не будет Я думаю Будет Так как Я сказал Вот Ну или Кто нибудь Другой А Объяснение У меня одно Что Кавказцы Всегда хорошо Справлялись С управлением Россией И вот Ну День рождения Плохого человека Не будут Отмечать Каждый год И возлагать Цветы Постоянно Правильно Я про Джугашвили Если что Не будут Ну Значит Я считаю Рамзан Ахматович Замечательный Кандидат А Навальнеры Там Или Какие нибудь Ковальчуки Там И другие Вот эти Вот Кого там Сейчас пытаются Ну или Кириенко Тот же Да Ну Это не катит Наемничество В принципе Конвенции Запрещено Всем просто Поебать Политика Решается По праву Сильного Ну Да В Западе Сейчас Терпилы Одни Настолько Любят Сталина Что Жители Волгограда Были Против Переименования В Сталинград Ну Ну Рассказывают Да Это Пятиколонники Это Их Надо Тоже Выселить В Казахстан В таком Случае Раз Они Не Хотят Ну Ну Видите Это То О чем Я Говорил Вот Вы Пишите В Володе Да Сидел До Тридцатых Сороковых Годов Ну Да Но Люди С возрастом Становятся Только Хуже Еще раз Говорю Хуже Не Лучше Хуже С возрастом Характер Становится Хуже Ну Вот Это Яркий Пример Все Авторитаризм Норм Для РФ Я считаю Да Ну Типа Ну Вспомните Ельцина Хотя При Ельцине Это Не было Никакой Демократии Ну Вспомните Что В Чечне Устроили Люди Просто Этого Не Помнят Или Не Хотят Помнить Или Не Знают Ну А Я Знаю Загуглите Фотки Грозного Там Почитайте Про Там Бойню В Бамуте Например Про Там Про Террористические Акты Которые Там Эти чеченцы Совершали В ответку Там В Буденовске Там Первомайское Там Бесконечные Захваты ОМОНовцев Там Всяких Этих Милиционеров Расправы Расправы Уничтоженные Деревни Поселки Города Ну это Демократ Эльсон Такой Устроил Потому что Не хотел Так сказать Деньги От нефти Оставлять В Чечне А хотел Чтобы они Дань платили В Москву Он Не захотел Не стал Терпеть Несмотря на то Что Чечню Накачали Оружием До этого Не стали Забирать Затерпели В 92 году Там проводились Переговоры С Пашей Мерседесом Но там Вроде бы Все порешали Жирик Туда даже Ездил На Смотрины К Дудаеву Там Ел Пил Парад Военный Принимал Это все Видеохроника Есть на ютубе Можете посмотреть Как там Жирик На параде Стоял С Дудаевым А вот Да есть Даже видеозаписи Переговоров Дудаева С этим Блядь С Пашей Мерседесом И с его Посыльными Вот А потом Вот Не поделили И все Пошло Подъехало Плюс К этому Подключилось То что Начали Угнетенное Меньшинство Русскоговорящее Там Притеснять Из-за того Что Ну плюс Там же Дудаева Якобы Не признавала Российская Власть Потом Вот И там Был у них Другой Кандидат Я забыл Его фамилию Его постоянно Таскали На переговоры Якобы Как легитимного Президента Настоящего Но его На самом деле Никто Никто Не признавал И под этой Егидой В ноябре Изначально Проводился Первый Штурм Грозного Который Полностью Провалился А потом Началось То что Уже Все знают 31 декабря Когда 15-тысячная Группировка Вошла В Грозный Без боя Ну а дальше Я думаю Сами почитайте Что там дальше Было Это интересная История На самом деле И Очень поучительная Самое главное Жугашвили Отлично Поработал Над чеченами И прочими Кавказоидами Отдельное Спасибо За Голодомор На Украине Хорошее Правление Сбыл Но Голодомор Был не только На Украине А был еще В Поволжской Республике Немцев Например Вот И в Поволжье В принципе Но только В России Об этом Тоже Как-то Ну так Не упоминают И что там Какая-то Поволжская Республика Немцев Было Тоже Как-то Забыли А Неважно А Признал Сказал Что Их там Нет Да И тогда Паша Мерседес Выдал знаменитую Фразу Что если бы Это атаковала Армия России То Грозный Взяли 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 За три Одним Десантным Полком Вот Это После Первого Штурма Была Фраза Сказана Он Потом Долго Оправдывался После Этого Говорил Что Да Это Там Вырвали Из Контекста Там Я Не То Имел Ввиду Ну Как Бы Все Понятно Блядь 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 Страханием Не помню Ра Пят Ой Ну Паша Мерседес Герой России А Дудаев Кстати воевал в Афганистане Убивал мусульман, он же летчик Получается он убивал Единоверцев Об этом тоже как-то многие забывают Хотя люди Которые с российской стороны Которые с ним общались, они говорят что Дудаев вообще был очень далек от религиозности Ну он был обычный Советский человек Во что я охотно верю Ой блять Вот здесь понаписали Да, над Ванечкой рофлить Переможцы в окоп Через три недели увидимся Мамок за хлебом не отправляйте Сами ходить Причем тут мамки за хлебом Не понял Типа что повестку не дали что ли Или что Ты типа к этому клонишь Ну так в России-то тоже повестки дают Ну только в деревнях всяких там глухих Какая разница По твоему никто не ходит По улицам вообще из мужиков Ну это Проще тогда на доставках жить Каких-то я не знаю Или рабов нанять Чтоб тебе приносили все домой Все равно вы А ну Хотя да Есть же Ванамас Который сказал Что сейчас из-за мобилизации Никуда не езжу Блять Ну умен Блять Ну Ну курьер военком 40-летняя пивная груша напередки да я ебу что ли у него спросите что он там все шизу нагнал ванюша читает новости по 8 часов в день про москву ты бред пишешь москве в питере как раз таки не дают повестки шутки шутишь ну что все шутки шутишь рыжий демон в чае собак куда так потому что там план перевыполнили я знаю но уже там в начале октября дали разнарядку в москве в питере не давать что паники не было до начала и свой все порешали между собой очень странно что я помню больше госуслуги ну как сказать сейчас же был слушал что типа этот как она называется цру предлагала россии там 20 процентов территории украины что лечит такое вот типа там видимо урдло и может еще чего-нибудь там вот и песков сказал нет это типа бред что не было такого но мне что-то кажется что очень даже может быть учитывая то что джонсон рассказал да что запад хотел чтобы быстренько это все закончилось чтобы тупая хухлоруина проебала и типа эпоху ну как мы чмеркель помните в четырнадцатом году говорил что не 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 никаких нельзя с российской армии вступать в конфликт в крыму вы что это же обострение будет и война полномасштабная вот поэтому да карлики вполне может быть что там уже ну как мирные переговоры уже по факту они идут еще с лета и какое-то домирное соглашение но уже готовится еще с лета как то были вот эти так называемые зерновые соглашения да и вполне возможно что там будет этот усач ардоган еще кто-нибудь там выступать в роли миротворцев но это все конечно со временем будет про корейский вариант уже много кто говорит в данный момент а я напоминаю я об этом говорил еще ну спустя пару месяцев по моему когда это все началось я сказал что очень похоже как раз на корейский вариант что вот боевые действия просто не будут останавливаться но будут эти переговоры по линии фронта будут границ я вот вижу что не просто так сейчас вот этот нарративчик начинают продвигать потому что вполне может быть что к весне к лету или к осени скорее что-то там что-то там уж да базарятся а то что предложение сдачи со стороны запада были от сто процентов я просто уверен ну этого не могло быть учитывая их вялую реакцию изначально да то что вот эти натовские специалисты которые там воевали в ураке блять в афганистане рассказывали что все закончится через сто часов до ну видите даже охуительные специалисты из нато ошибаются иногда говорил что шевцов хуево к людям из высажи относятся да ты не лучше смысле блять а где хуево к людям из высажи отношусь ты чё где блять как же перемога в комментах но я не вижу комменты чё там в комментах да сколько бы натянули шпачиху в общем я вам так скажу я повторю свой тейк который я говорил практически год назад что если бы сейчас была такая ситуация как оккупация кувейта то никакой буря в пустыне не было это я вам даю 900 процентов просто не было бы никакой бури в пустыне тем более не было бы никакой свободы и рака не было бы и и затерпели бы потому что политики такие сейчас на западе вот и все перевелось поколеницы деграднули причем очень знатно они заиграли слишком свои вот эти лгбт игрушки там кита 500 тысяч гендеров блять равенство прав и так далее они вообще не понимают чё происходит поэтому саддамка родился на 20 лет раньше просто ну вот не повезло человеку ему надо было родиться на 20 лет позже и затерпели бы все и кувейта если бы он и в саудовскую аравию полез тоже затерпели бы я просто уверен ничего бы не было но там пальчиком бы пожурили ввели бы какой-нибудь ограниченный контингент миротворцев и все как бы на этом бы закончилось дальше бы он свой ядерный реактор французский развивал заимел бы возможно даже ядерное оружие но это совсем другая история мы не можем рассуждать о том а чего чего нет но глядя на современных политиков западных я понимаю что блять за 20 лет просто пиздец такое примере таких примитивов превратились что ёбнуться да не только генералы и президенты все таки микроны блять шульц это все уёбки блять чкошники ёбаные я стернен и мне стерненко тоже не нравится слишком уж он хайповые ролики делает ни о чем просто ни о чем надоел он уже мелькать как и арестович по жалобам повестки вручаю даже слепым и безногим какой мне альянс ты чё бывший области рф смысле области рф девяносто первом году российская федерация сформировалась у рф области украина не было ты чё путаешь альянс альянс А что плохого в том, что в России к власть пришёл бы кто-то наподобие Навального? Не-не-не, России нужна сильная рука, это уже сто раз доказано. А вот, поэтому никакие там слабохарактерные унтерки типа Николая Второго, они не канают. Да, или сильная нога в очке падает. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 На танках и на машинах Как это все доставили Я хуй кстати знаю На кораблях На грузовых самолетах Пиявка Криворожская Ты пропустил мой предыдущий донат Че там Кринжа какая-то карлики Будете терпеть по полной Тут как бы мои полномочия Все Так Я люблю А ты че По гражданским из танков Ну В арабских странах Там вообще в этих войнах Хуй разберешь кто гражданский Кто нет Американцы же они вообще очень жестко действуют В случае малейшего сопротивления Там даже полиция В ребенка с игрушечным пистолетом Там например выставили и убили Поэтому в Америке там инструкции очень жесткие Даже у полиции Ой блять Не говоря про армию Во время войны Как раз таки в Ираке По моему во время операции Свобода Ирака Убили нескольких журналистов В отеле В том числе там было По моему два человека из Украины Два украинских журналиста Потому что увидели В окне отеля Какой-то отблеск И подумали что это то ли Ну То ли снайперская винтовка То ли еще что-то И захуярили туда То ли из ракетницы То ли из танка Я не помню В общем там Несколько журналистов погибло Это на самом деле Камера была Вот Поэтому да Американцы Они конечно Воюют жестко Тут ничего не скажешь Так я в России учился Я уже много раз рассказывал Блять Я же В Москве учился Ты мой донат скипнул Посмотри позапрошлый донат Почему игноришь? Так в смысле Я добавил в очередь Твой видос Че ты Вот он Чтобы обеспечивал Был придавлен ногой Сначала Прошлась По лесному Пиздой Потом Пнули С дома Ну и попала К больному А это Толстый План Аутист В ограде В варенике Жрет Решила Кабина Такой Дебил Ей как Рав Подойдет Своими Желтыми Пятками Прошагала В ограду Переругала Всех Хорков И это Мурада Кабина 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 Вот так вот. Аудио рви, а Ваня болен, походу рви. Скоро я тут, и ребус уже тут. Что произошло, бабы не дают, бабы не дают. Бабы, 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 бабы не дают. Бабы, бабы, бабы. Белые халаты, к Ване едет дурка. Он бегает, ну хватай придурка. Аудио рви, увез его на скорой. Бредит-то Карине, кали его паной. Врач кричит, операция нужна. Что-то вылазит у Вани с живота. Пару уколов сделали Ванюши. Ваня модельки прятал за грушей. Не щиплены, посыпались оттуда. Ребус рви, тут как ниоткуда. И прописал, целебат Ванюша. Терпит малыш, как заливает души. Прописали Ване, по жизни терпеть. Царь-монитор, сидеть, смотреть. Обиженный лев, уже не рычит. Лишь иногда, вот это говорит. Царь-монитор, сидеть, сливает мне скот. Голубь мой. А у дёрви, тыкву ногой. Потише больной. Положено терпеть. Сорок лет фимос. Положено терпеть. Бабы не дают. Ох, бабы, бабы, бабы. Бабы не дают. Ох, бабы, бабы. Бабы, бабы не дают. Бабы, бабы, бабы. Вот вдумайтесь, Карликин. Насколько низко пала западная политика. Западная политика, в принципе. Что 20 лет назад говорили, что Буш, Джордж Буш, там, полоумный. Что он наркоман, там, кокаинщик и так далее. Но он хотя бы мог внятно излагать свои мысли. Сейчас у него тоже уже возраст, там, все дела. Но он хотя бы мог говорить внятно. А вот Бидон, это же, ну, человек с деменцией, у которого был рак мозга, да, или что там. Опухоль ему какую-то вырезали. Сейчас он проходит лечение, у него постоянно какие-то ёбнутые оговорки, блядь. Он всё там забывает, всё путает, падает, блядь. Это что за пиздец вообще? Как такие люди становятся президентами Америки, блядь? Не Занзибара какого-нибудь, или Тринедат Табага, или Буркино-Фасу, а Америки, блядь. Это... Вот как вообще? Это, ну... Я сначала думал, это всё какие-то шутки, там, вбросы. А потом, что раз новость, два новость, что он там то, 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 блядь. Я просто в ахуе, карлики. Я, ну... Ну, я думаю, вы тоже знаете всё это, но... Час от часу не легче, когда такие люди правят такими странами. Понимаешь, куда всё, блядь, катится. Нет, не только сейчас. Это год назад где-то было, что я поинтересовался, что же там за Байден. Я просто слышал до этого, но я больше знал там Маккейна какого-нибудь, или Бжезинского, или там этого Киссинджера. На Бидона мне как-то... А, ну, Трампа, разумеется, я знал, и видео выступления. Ну, Буша, разумеется, АБМ-ку. А Бидон, он как-то мне похуй был. Я знаю, что он, когда Трамп наш отправлял в Украину джавелины, это был год 16-й, по-моему. А Бидон орал наоборот, что нельзя их отправлять, это будет обострение эскалации вообще. Пошли они нахуй идти, ёбаные хохлы. Ну, в таком роде. Это был год 16-17-й примерно. Вот. Как-то так. А ещё было, вот, после чего начали говорить, что продают оружие западное, да. Когда, то ли при АБМ-ке, то ли когда только Трамп наш вступил в должность, передали Украине какие-то радиолокационные станции. Вот. И одна из них при отступлении куда-то испарилась. Вот. Неизвестно. До сих пор непонятно. Я не видел каких-то внятных рассуждений о том, куда она пропала. И вот с тех пор в России начали говорить, что, вот, хохлы торгуют оружием западным. Вот. С этого началось. И с этого, вот, ну, говорят некоторые, немногие, что из-за этого, вот, типа, западники боятся отдавать оружие, потому что вот этот случай, он, типа, стал для них таким неприятным. Хотя, там история довольно непонятная с этой радиолокационной станцией, куда там она проебалась, в общем. Я, например, не знаю, я не видел никакой информации, что там, чем это все закончилось. В общем, все шито крыто, в землю врыто, но осадочек, я так понимаю, остался у америкосов. Трибунцев украл. С багажников продают гранники, чего? Не понял. Не, обиход оружия пошел еще с 14-го года, как бы, проще. Да, да, политолог не погадан. Пересказывать новости, это в наше время называется политолог. Я в курсе. Медон, вроде горячку. Ну, не знаю, все равно он довольно комично смотрится. При том, что 20 лет назад рофлили над Бушем, который на его фоне смотрится просто ультраразумистым. Так его хуесосили из-за умственной способности, и что он тупой, и наркоман, и вообще там. А тут бидон. Человек, который вообще даже говорить не умеет. Пифакту. Ну, а Бэмка это такой тоже, блядь. Клоун. Скоро вся Верховная Рада будет распущена, бегут с тонущего корабля. Это ты на что намекаешь? На Киевнаш 2.0. Но я был бы не против, если посмотреть на это, что там будет. Многие в ожидании, в предвкушении. Хотя я был бы не против, если бы Верховную Раду, всех этих воров, нахуй, куда-нибудь отправили. В Северно-Ледовитый океан. Море Лаптевых лучше, их там утопить всех было бы неплохо. Тот же... Ну и Киеву прихватить. Он же тоже депутат все-таки. Хоть его мандаты и лишили. Да, но он же был депутат от ЖП-блока. Его тоже надо туда прихватить, я думаю. В качестве руководителя. Ну и он последним пойдет на дно, как капитан корабля. Да какое СБУ, чувак, ты чё, рофлишь? СБУ. Верховную Зраду хуесосить можно и нужно. Вот. Макарошки ждут. Жесткие перестановки в Раде. А я не слежу, если честно. Чё там у них за перестановки? Мне так похуй. Я знаю, что там воры одни сидят, блин. Клоуны. Четыреста дармоедов. Ради только отрезания голов поможет. Да. Не, да понятно, что там политтехнологи, все, генералы. Даже когда Буш планировал, ну, Буш оглашал вот это решение насчет Ирака. Конгрессмены, чиновники ФБА, ну, ФБР, говорили, что война в Ираке планировалась еще во время президентства этого, блядь. Клинтона. Ну, что-то долго прорабатывался план, еще там середина девяностых. Ну, вот. А Буш выступил просто говорящей головой, которая огласила решение коллегиальное вот этих конгрессменов, там, всяких Киссинджеров и путеводителей шахматных доск, типа вот Бжезинского. Ну, они же политтехнологи, крутые. Вот. Как-то так. Поэтому, да, понятное дело, что он там особо ничего не решает, он просто говорящая голова, но говорящая голова должна выглядеть презентабельно. Вот Джордж Буш, он хоть и отдыхал постоянно, да, первый год президентства, он. Он, по-моему, полгода провел на ранчо, вот из-за чего его жерик же говорил, что вот едь на ранчо, там, типа, отдыхает, это же вот из-за этого. Что во всех СМИ писали, что Буш, типа, вообще не работает, он вот только на ранчо, на рыбалке ездит, там, в гольф играет, что ему вообще похуй, типа. И вот потом уже случилось 11 сентября, потому что ему, ну, было на все похуй, хотя ему разведка доводила до его ведома, что планируются теракты Бен Ладеном, что там то, что не удалось. В 93-м году в одной из башен Близнецов, когда там заложили фургон со взрывчаткой, там взорвалась то ли часть, то ли вообще не взорвалась, по-моему, часть только заряда взорвалась, и ее было недостаточно, чтобы обрушить здание. Вот. И вот планировалось 2.0, так сказать. Ему об этом сообщали, сообщали, но ему было похуй, и все, я думаю, многие видели эту фотку, где Джордж Буш сидит в окружении детей с перевернутой книжкой вверх ногами и читает. Это когда, в тот момент, когда ему сказали, что одна из башен взорвана, а что взорвали вторую, ему сказали уже в классе. И он все равно сидел, терпел, типа. Не подавал виду. Но это смотрится тоже довольно комично, блядь, как человек в стрессовой ситуации себя ведет. Но это смешно. Так Буш с Путиным вообще же, типа, были там, не разлей вода. На самом деле. Но конспирологи не по годам говорят, что Путин Я не умру в туалете! Посрался с Бушем и затаил обиду вообще на него за то, что Буш был основным локомотивом того, чтобы Россию в НАТО не принимать. Именно он, типа, против выступал, и поэтому там окончание отношений хуевое получилось. А потом уже была вот эта знаменитая Мюнхенская речь, на которую сейчас многие ссылаются. Это обширная тема, это можно часами, на самом деле. Я могу долго рассказывать, но просто, мне кажется, людям нахуй не интересно. Людям там с ванюшей покекать, как обычно. Так, мои видосы нельзя кидать, Карлик. У меня же написано в прайсе, что мои видосы я не смотрю. Карлики в телеге грызутся, а Зеленский с Путиным в одну баню ходят. В одну баню не думаю, но мирное соглашение уже готовится с лета. Повторяю миллионный раз. То, что оно готовится, я уверен просто. Сейчас прорабатывает 100, на каких условиях это все будет, в каких границах. Ну, если я когда-нибудь и начну делать политвидосы, то только на другом канале. Потому что на Ютубе очень жестко сейчас. Я так вижу, они взялись за политоту. Раньше можно было легко такие каналы раскручивать. А сейчас, блядь, типа, что-то там про войну, если рассказываешь, что-то такое. Это, типа, считается деликатный контент. Тебе просто ролики сносят один за другим, и все, блядь. Поэтому, если что-то и будет, то это так. На 500 человек какие-то биовые истории. И не более. Атан, НАТО, что ли? Сейчас. Нет, конечно. А тогда были готовы принять, реально. Про вакцинацию сносят. Ну, про вакцинацию не знаю. Я знаю про войну. Нельзя говорить вообще, что вот если ты даже там, ну, обозреваешь военные события, там какие-то, бойню. То очень Ютуб к этому так относится. Чувствительно. В принципе. А если там еще фотка какая-нибудь будет. Там, а если еще и оружие засветится, то это все, это пизда. А куда мне сваливать, блядь? Планировали проект от Лиссабона до Владивостока, да. Биобусти с политикой Стаса Мэйкэк просто. Да никто не будет подписываться на такое. Я заведу какой-нибудь тайный канал на Неймский. Может, кто-то по голосу узнает, распространит, но буду записывать такое, типа. Что-то там про Америку, про западную политику. Я охуево к ним отношусь вообще. Они нерешительные уебки, очкошники все. А, вот, я их не уважаю. Вот. Как-то так, карлики. Да ничего я не буду менять. Я в чем? Мне похуй. Ну, это не сейчас, карлики. Это когда-нибудь уже там. Сейчас у меня и желания нету. Весна, лето, может быть. Может, вообще осенью. А может, вообще в следующем году. Ну, я такой проект планирую вообще начать, типа. Что-то такое пилить, потому что. Ну, мне это интересно. Я вообще со школой люблю историю, как бы. На сто зрителей буду рассказывать там что-нибудь. Ну, я его даже рекламировать не буду. Да на и вы. Да много кто говорит даже из украинских националистов на. Он Корчинский говорит на Украине. Я считаю это, типа. Такое. По мелочи, типа, докапывание. Корчинский, кстати, бывший соратник Дуги на карлике, напоминаю. И на Корчинского заведено уголовное дело в ФСБ. По заявлению Дугина. И Арестович с Дугиным, кстати, ручкался. Есть фотки тоже. Эльзочка, я говорил 5. 5,5, максимум 6. Но она восточного типа. Мне не нравятся такие. Слишком она, типа. Ну, восточного вида мне такие вообще не нравятся. Ну, так. Но, как вот. Для восточной тянки она симпотная, на самом деле. Так-то. Если вот кому-то нравится восточный типаж, то она норма. Но... Мне нет. Турчаночка не выглядит, как восточная девка. Она бледная, у нее светлые глаза. То есть, у нее черты лица такие, ну, мягкие. То есть, она как европеоид выглядит. Но у них же в Турции там тоже много народностей, помесей всяких. Там же они... Сколько войн там в Европе, на Балканах было, в Украине. Как там людей продавали в Османской империи. Люди как товар были. Вот, поэтому... Вот так вот. Рада близко не стояла по сравнению с нашей Думой. Чувак, ты что там подсчитывал? Кто сколько берет в карман? Не весели меня, серьезно. Ну, это смешно. Невзорову хуёво. Мне Невзоров не нравится. Вот, кстати, про него я ролик бы записал. Но не на этом канале, на другом. Раньше Соловьёва тоже есть. Раньше Гордон брал у него интервью. Гордон лысый, что ли? Тот, который говорил... Вот таких людей тоже не уважаю. Которые вот говорили, я там глотки буду рвать. Я там пойду Киев защищать. А сам первым, блядь, в числе первых съебался в Ужгород, нахуй. Это граница Закарпатская. Рядом за... Ну, самая Закарпатья. Крайная точка. Обычно там отбеглицы в Европу, когда не было еще без виза. Там ехали на автобусе до Ужгорода. Там сходили и шли через лес. Там, по-моему, граница со Словакией, что ли. То ли с Венгрией, не по... С Словакией, по-моему. И вот через вот эту словацкую границу шли в Европу. Прям пешком. Ну, незаконно, разумеется. А, че... Или в Черновцы, блядь, да. Я уже это перепутал. Уже башка не варит. Ну, я не спал, блядь, больше 20 часов, чего хотели карлики. Ой, Гордон с ума начал сходить. Двач перечитал. Постоянно пишет. Прокал Путина. Ну, Гордон, он балабол. Ну, вот я понимаю, у него горит жопа, что сейчас... Ой. В Киеве у него не снимают квартиры. Он же рантье, а он зарабатывал на квартирах. То есть интервью ему денег вообще не приносили. Он, наоборот, платил людям за интервью. Говорят, 30 тысяч долларов он платит за интервью. Ну, так, за 30 тысяч, ну, я бы не пошел. На самом деле, интервью с Гордоном, это зашкварно всю жизнь. И, блядь, если вы вдруг прославитесь, он вас позовет, блядь, лучше не идите. Конечно, ну, это выбор каждого, но, блин, я бы не пошел. Слишком уж он гниловатый человек, мягко говоря. Но он платит 30 тысяч. Долларов. Еще раз напоминаю. 30-50 там варьируется. Типа, если человек ломается, он 50 предлагает. Вот. И, как я понимаю, больше 50 он не платит. Гордон, получается. Может, и заплатил. Но это уже пусть там спецслужбы у него узнают, кому он платил. Его-то не трогают пока что. Хотя он же Ахметовский. Ахметов спонсировал Януковича, например. Там тоже свои схемы. Поэтому Ахметов вдруг перекрасился в патриота внезапно. В общем, это все темные схемы. И с Гордоном там тоже. Все понятно. Да что задолбало. Я могу много рассказывать о политоте. Много. Я же как бы слежу не как некоторые там с 24 февраля. Ну, максимум с конца осени 21 года. Я-то за этим всем слежу с года 10 где-то. Поэтому я много о чем могу рассказать. Вот. Ну, ладно. Не хотите, как бы, пошли дальше смотреть. Слушайте, Ваня, а требуется базу. Ваня кивает вот так бы сразу. Тема, я уже ее открыл, но не буду с вами делиться, потому что. Батя-то с бабой хоть раз в жизни ебался. Не, не ебался. Я же говоря, детственник реально не пью. Я вообще думаю, блядь, я 33 года не ебался, то блядь, значит так надо. Значит, не нужно ебаться на самом деле. Потому что, блядь, даже в 28 лет стремно детственности лишаться. А в 33 года это вообще, блядь. Значит, просто жизнь такая, как бы. Надо с этим жить, блядь. И наслаждаться этим. И думать. Ааа, бля, крестьяне ебут. А я разумист, хуй вам, блядь. Бабы, бабы сосут, нахуй. Пошли раз случайно подрочил. Ну, я не дрочил, как бы. Я просто тренировал член, разумист. Тренировал член, блядь. Ой, сука. Превосходство в воздухе. Есть концепция. Дуэ, РФ не реализовал ее при начале СВО, чем обеспечивало себе отсутствие победы. Смотри, сейчас 32.10. Ой, я не военный стратег, я не знаю. Типа, ничего не могу сказать. Я знаю, что японцы совершали вот эти бонзай. Бонзай, камикадзе в американские корабли и довольно немало уничтожили. Так, час 32. Так, это 4-7 минут. Я не военный стратег, я в этом ничего не шарю. Абсолютно так слышал. Краем уха. Как там кто-то воюет. Куда-то после всего этого собираешься? Нет. Чувак, если бы я хотел, я мог уехать до... Где-то середины марта. Запросто. Пока был шухер, бардак там вообще. Кто хотел, все съебались, в принципе, в то время. Кому прям сильно надо было. Поэтому, как бы... Не, а куда я поеду-то, блядь? Вы что, рофлите? 17 плюс, видос с Ванечковой. 17 плюс, ничего запрещенного. Но, все-таки в дв proprietário-тоو «блядь». заминал так сказать чтобы он в тонусе был в польшу да чё там забыл чем не там делать и перегнул палку нахуй слегка я причем не опасался тоже когда-то на полюциях у тебя дома лучше карлики у меня дом есть хороший с бункером с виноградником с двумя этажами с тремя комнатами личными на втором этаже с большим балконом нахуй мне куда-то ехать ну а плюс еще флигель с двумя комнатами не оборудованными но я собираюсь там сделать ремонт поэтому нахуй мне куда-то ехать плюс большой гараж куда две машины влезет чё я там забыл эти карлики вы чё рофлите что ли такие смешные это люди вот у кого нихуя нет там гол как сокол ну да можно там ехать куда-то ебашить а так зачем член уже особо не кончает так просто почему решил но и гола так распределил я чё виноват что ли так решила природа наверно я думал ну как бы этого и не будет а он сука бля стиралка есть кстати но старое и уже лет двадцать а все-таки блять передрачил я уже чувствую блять отпуская нахуй и нет он там через три секунды начал секать нахуй и секнул достаточно много я почему не трогал и сука пустошил баки по ходу хотя я как я же говорю я моя ставка это максимум осень 23 года осень что будут какие-то гаранты там эрдоган бидон там может быть микрон какой-нибудь что будет какое-то коллективное соглашение перемирие там или еще чем нибудь какой-нибудь демилитаризованные зоне хуй его знает какие-нибудь мирные зоны будут как в ирландии не знаю но в общем чё-то чё-то да будет когда я полиционировал бывало тоже немало кончал а тут чё то по ходу баки опустошил уже полторы недели нет полиции причем я же чувствую что с сока должна быть сука прям и них не думал провести пенсию в северной корее да ну нахуй ты чё без интернета Редстар ОС Не, ну нахуй Куя, блять Я вот это как знал, блять, что Блять, что это такое Ребус под Рязанью Где-то в доме предков обитает Я не умру, что ли? На Кубани У тебя была ставка на осень 22 Что дальше? Будем скакать из года в год Ну, я вообще изначально Если ты забыл, я думал, что Активная фаза продлится пару недель Но я реально так думал Что выйдут на какой-то мирный договор Что это будет, типа, как война судного дня То есть у меня параллель была Типа война, как война судного дня Но нет Как терпится? Нормально Нормально Если девушка дрочила и немного посасывала Но без проникновения А я делал иные оральные ласки Считай, если я листвую или нет Ну нет, ты должен именно Засунуть Ну, хотя Я даже не знаю Но если ты уже в соу Типа в рот То В принципе, можно считать Что ты не девственник Я не знаю Я не эксперт Что ты меня спрашиваешь Как скоро границы откроют Ну, как закончатся Так и откроют Я не думаю Что примут закон Который разрешит Выезжать Ну, он волонтером Можно выезжать, например Как знал Ну, что-то подозрительно много людей сидит 1200 200, блядь У меня сроду столько людей не было Причем так долго Странно Ананизм сбивает полюции Ну, не то, что прям знал Но теперь знаю То есть Этот, как бы Член понял Что надо Ну, не понял Бульвар, кстати У меня родители покупали Бульвар Но давно 20 лет назад Популярная газета была Все политотуп Обсуждать хотят Ну, а что хотят Ну, не люблю я Бидона Да И что Не уважаю их Абсолютно Политиков типа Маргарет Тэтчер Я уважаю А вот их нет Поэтому Что сказать Или Рейгана Например Я тоже уважаю Тоже человек Актер Фильмов категории Б Причем Вестернов Кринжовых Ой, блин Можете погуглить Где он снимался Там еще тот кринж Ну, вот Понял Он как бы по-другому Начал кончать Другим механизмом Потому что Механизмы кончения У Кеннеди был Хороший человек Они разные Полюции Дорочения Очень сильно Джонсон тоже Великий человек Министр обороны Макнамара Великий реформатор Вот Много интересных людей Вообще было За это время За последние сто лет И, блядь Он перестроился Обратно Хотя один раз Всего лишь Блядь Пидор, блядь Он за это запомнил И сейчас Ему придется Перестраиваться На полюцию Блядь Блядь Тут хуево Причем я уже думал Что у меня полюция Через три дня будет Там тоже По ощущениям Уже был Ни, нихуя Уже говорю Полторы недели Нету И, блядь Не приходит До сих пор Я вчера Я вчера Не стримил Потому что Потому что, блядь Это Думал Полюция Будет Побыстренько Мне, нихуя Блядь Не случилось Облом Блядь Баба, люция Не приходит Представляете Охуел Причем вот прям Ощущение Ну прям Ну пизда Какие ощущения Прям Ну, блядь Блядь Охуеть Просто, блядь Просто Пипа Прям кажется Уже Блядь Да уже несколько раз Прям по ощущениям Был Прям вот он Начиналось И нихуя Там Что-то так Дергается Так Прикольно Так вот Дергается Вот Но оттого Что это Дергается Ты так Хоп Сжимаешь И у тебя Она не льется Походу Блядь Что это Такое Волосик А вот И тот Вздутие Ммм 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 Дына Закеп Это Овзываном Массия Аааа Да Полюцию Хотел Блядь Пидорная Полюция Не пришла Сука Ебаная Причем С утра Нихуеву Так член Встал Думал Ну точно Должна Была Быть У меня Даже Два Дня Назад Уже Мощно Хер Вставал Нихуя Я Поэтому Сегодня Так Поздно И начал Я Очень Долго Лежал Лежал Спал Нихуя Причем Я уже До такого Доспался Я уже Спать Не хотел Я думаю Ну сейчас Засну Полюция Короче Ну несколько Раз Я так И засыпал Мужик Мужик Первое Сентября Парали Пришел Какой-то Энштейн Втирал Дичь Какую-то И хорошо Что он Не знает Про такую Как я И что В мечтах Моих Ванильных Снижей Женки Зима А под Шагами Босоногими Метели И лед Он больше Никогда Из мыслей Моих Не уйдет И мне Не стыдно Закричать О том Что это Кстати Кто там Этого Смотрит Испанского Любителя Несовершеннолетних Че он там Рассказывает Срется Еще с Российскими Военкорами Или нет Или уже Там все Замяли Просто Как-то Нету Желания Его канал Чекать Там Одно И то Жалуются Что у него Не стоит Это из-за Нофапа У него Простатит Уже Скулак Ну Кстати Да Какой Аликстайм Какой Светов Вы Че Ну Он Один Человек Угадал Всего Лишь Ну Вот Даете База Не Знаете Ну Блядь Да Че он Там Записывает Интересного Любовь Его Слова На Три Я Очень Люблю Силы И Нина Васильевна Любит Силы Силы Любит Силы Надя Любит Силы Силы Так Так, давайте потише. ЧВК Шарикс. Шария сбили в США. Шарии нейтральные. Нейтральные, серьёзно. Чё-то мне кажется, он этот... Как сказать? Пикирующий бомбардировщик, который не может понять, куда ему упасть. В лес хуёв или в лес говна, блядь. Вот, он ещё не понимает. Не определился. Ну да, как он сказал. Я за Украину, я украинец. У многих там просто жопы сгорели, блядь. У человека 80% там или 70% зрителей из России, и он такое выпалил. Это, конечно, да. В дополнение к тому, что он про Путина говорил на суде. Да. Что Путин там слабак и так далее. Ну. А потом ещё посты в Твиттере писал против Путина. Ну, такие явно некомплементарные. Я хуй знает, как он это объясняет в своей пастве сейчас. Мне поэтому интересно, что он снимает вообще. Как он оправдывается. Да какой СБУ, ты чё, рофлишь, блядь. Какой нахуй СБУ человек такую гнал откровенную пропаганду, что там точно он никакой ни СБУ, ни рядом не стояло. Конечно, сейчас, может, его и реально там кто-то припугнул, я не знаю, но мне в это не верится, если честно. Мне кажется, он поехал. У меня, кстати, тоже есть такое, была такая гипотеза, что он как-то, ну, как вонятка, короче, тоже чё-то зациклился на вот этой тематике. Может быть, чё-то у него по фазе там и пошло уже. А, китайский вот этот шар. Шарий скоро начнёт стримить дот. Забей, будет за победителя. Так это понятно. Это понятно. Это и видно. Ну, он уже, да, он уже на стадии Камикадзе, на самом деле. Ему, если он ещё и не на его стадии, то ему недолго осталось. На измену, и да, и на измену присел, да. Ну, дело такого рода, что обычно эти европейские страны, они годами могут не выдавать своих граждан. И вот эта его выдача громогласная, она может длиться десятилетиями. Сколько стоят твои часы? У меня нет часов. Какая у тебя видеокарта? 1070. Сколько стоит компьютер? Ну, в 16-м году я его покупал за 100 тысяч рублей. Это полторы тысячи долларов по тем временам. Стиральная машинка есть. На какой процент австрийец? Ну, вот у меня прапрадят, он как раз-таки с Галиции. И по... Если считать, например, по градациям, которые были при НСДАП, то они же считали... Ой, блядь, сейчас я начну вот эти все с Галичина, там почему их назвали не украинский корпус СС Галичина, а не украинский корпус СС. Ну, неважно, короче. В общем, похуй. Не знаю, на какой процент я австрийец. Ноль целых одна десятая. Сколько у тебя матчей в Тиндере? Ну, в последний раз, я даже не знаю, три, может быть, было. Был ли у тебя комп-клуб? Нет. Не, в ССе он не был. Ну, он в эти края переехал. И потом его мобилизовали на финскую войну. Поэтому у меня деды воевали вот в финской войне как раз. Вот. Ну, в 39-м году. А когда уже было в 41-м году вторжение, да, то его не мобилизовали по состоянию здоровья, потому что у него были, был тремор. Ну, ему там руку повредило вот во время финской кампании. То есть у него были проблемы с руками уже. То есть, ну, человек там... Ему было на тот момент за 40 лет, там где-то 42-43 года, да. И вот он уже был такой. Хотя дожил до 97 лет. Ну, то есть долгожитель и мог бы еще прожить. На самом деле, ну... Так получилось. Хотя я его практически не помню. Он умер, когда я был совсем мелким. Мне года три, по-моему, было. Как ты говорил, фотку не ищу селфи, выложил, три лайка набрал. Ну, да. В ССУнтеров не беру. Почему Австрима в Венгрии? Ну, в Венгрии там тоже свои все никак не могут унять имперские амбиции. Все там у них вот это не имется им. Все не имется. Хукан про Абдуля видос выпустил. Добрый вечер, дорогие дамы... О! Я не умру в туалете! Это что такое? Так. А! Значит, вот. Сейчас читаю историю. Если девушка дрочила, я мне немного посасывала, но без проникновения. Я делаю неоральные ласки. Считаю, если я листвую или нет. Значит, продолжение. Ну, да. Имперский стрим. Тут мне пишут про то, что Украина хочет захватить Кубань. Там и так далее. Так. Там история странная была. Я-то и сам не эмегана, не альфач. Но с женщинами, так сказать, не был. И вот познакомился в интернете с девушкой. Достаточно долго общались. Потом она меня к себе пригласила в другой город. Ну, я приехал сразу, как домой пришли, няшиться начали. Потом про то, что выше. И в итоге, через несколько дней норм гуляния моего отъезда, она упала на игноры. Потом сказала, что я не в ее вкусе. Вот эти все поебушки. Отношения, правда, очень сильно переоценены. А, ну так она другого нашла. Бывший, возможно, вернулся. Кстати, это очень частый сценарий. Вот таких вот. Когда тёлка резко падает на мороз. Что вот всё хорошо, хорошо. И она падает на мороз. Обычно они так быстро никого не находят. Это именно бывший. Объявляется. Типа, ну давай, малышка, там запрыгни ко мне нахуй. И всё, и она тает и уходит к бывшему. Это типичная ситуация, поэтому. Ну вот, узнал, что да, тёлки могут, оказывается, к бывшему ходить. Поздравляю. Да, упала на игнор. Не в моем вкусе, блядь. Ну да, тогда вопрос, а какого хуя ты меня домой приглашала, разве не в твоем вкусе? Ну это вот, блядь, ты понял, короче. Лучше про Орбана поговорить, карлики. Про, про, про что? Про Мадяр. Про Мадяр, про Русинов. Про Закарпатский диалект. Плохо ловит, кидаю два. Чего, чего? Нензелю. Нензелю. И его джинку, что в Лондоне тратит 40 кабачей на выхах и пиздит карликом, как жить. Это кто? Тратит 40 кабачей в Лондоне. Привет, Карина. Ну чё, соск... О ком это вообще речь? Я чё-то... Чё за нензель? Иде же... В этом месте... О ком это Yasmin. Продолжение следует...